Продолжение следует... 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 Ну все, ребят ОСЦ и ЭХС Против Сирала, Бо-3 Но до трех Карт играется Можно сказать, три карты просто Они играют Можно это и Бо-3 назвать Просто полностью сыгранное Вообще Бо-3, Бо-10 в 3 По идее оно на 2-0 Должно кончаться, но не в этом случае Не в этом случае, ребята Субтитры сделал DimaTorzok Так, шесть собачек у нас тут У Сирала заказано Безгазовый пул, вы видите ЭХС вынужден реагировать Но ЭХС с разведкой играл И очень странная реакция По-моему от ЭХСа Он в тупую ставит Нексус здесь То есть, а после Нексуса что? А, Дилок Ну, ущерб Кибернетке Дилок, да, пошел Но Шесть собак Ведь Дилка могут легко убить Без прикрытия пробками А за шестью собачками Еще две бежит, как вы понимаете Но пробок ЭХС выводит вниз Не знаю, если он как бы хорошо отобьется Здесь все нормально будет Наградил какую-то чушь вообще здесь Полную, посмотрите Пилон еще дополнительный Так, там еще две собаки Еще две Десять Сиолингов здесь будет приблизительно Ну, я не знаю Способно десять лингов разобраться Способно-то способно Но очень грамотно ЭХС здесь отконтроливает Не дает Дилка подстать Ну, Сирал Что он делает Сирал? Я не понимаю Все-таки Дилка решил минуснуть И, кстати, минуснет Похоже, Дилка А Дронов минуснет Пробок Ну, пять пробок сбрил Зила-то не закусал Ну, в итоге Семь собак на пять пробок Вполне выгодный размен Но! Стоит учесть Ту билд у Сирала Не самый лучший экономически Не самый экономически выгодный был То есть Сейчас по рабочим-то Ситуация так Здесь уже Нексус начинает качаться Вообще Так Попрошу Выражение выбирать Так, ну тут скорость у нас погнала У Сиральчика Газ при этом Всем он продолжает добывать Не снимает рабочих газов То есть, возможно, какая-то агрессия дали Здесь не стенка А какой-то вообще чушь Честно говоря, сделано Вот Ну вот, закрыл здесь в итоге хэс Я так смотрю Что вот сюда можно гейт поставить Полотную кибернетки слева И как раз останется идеальный проход Вот А в это время Посмотрите, что делается Сирал решил чизануть хэза Каким образом он решил чизануть Четыре королевы вовера И Пачка лингов гигантская Собственно говоря Нужно инъекцию еще одну кинуть Тогда получается Так Инъекции заранее Сиральчик накидал Здесь Проверяет Мазархур здесь, смотрите, стоит А что пробку-то здесь забыла Пилон успел заказать Ну и пусть пилон стоит Как бы ничего он не дает Тем более здесь варпа даже нет И один всего лишь гейт Есть у Сирала Передроп на мейн заходит Сейчас неплохой Собачек Овер с королевами Овер с королевами Летит сюда Пилонщики начинает Сирал дома Балом бомбить Так, одного линга отдал Неприятно, но не смертельно А Мазархурт Есть вообще? Вроде видел Мазархурт Где он? А, он летал, ема Он где-то летал Хрен пойми, где Мазархурт Сбит в итоге Минус пилон, ребят Просто распаковал Сирал, беднягу, хэза Ну это как-то, я не знаю Совершенно разные уровни игры Получается То, что мы выйдем В первой карте Ну давайте посмотрим Вторую Вообще, хэз Удивительно, что его сюда позвали Ну мне кажется Тут остальные Сильнее его все Не в обиду Таневаньским игрокам Но По-моему Послабее Ребятки будут Все-таки Дальше В игру прыгаю, я против Сирала, я не факт, что лучше хоза отыграю, но мне кажется, могу и лучше, но играть неохота. Ну что же, все готовы. Продолжение следует... Ну что ж, Сиральчик 1-0, Павел, погнали. Продолжение следует... Блай Ниба не однажды чпокнул, Блай Ниба очень много раз выигрывал, на самом деле, его 5 даже. Да, очень много. Раза 3 точно помню, что выиграл за последние пару лет. А может даже и за год. Ну что же, 17-я хата Газпул в этот раз у Сиральчика. Хэс играет в этот раз более стандартно. Хотя в прошлой карте тоже хэс стандартно играл относительно. Просто Сирал сыграл ту первую без газа, и вот в итоге мы и получили ту игру. Погодите, а биогенезис карта у нас... Блин, карта... Видите, стенка какая-то... Здесь стенка вообще большая должна быть. В общем, хэс... Вот на этой карте, смотрите, вот отсюда, досюда, от этого пилона сверху, до этого ехать, ну, буквально 3 секунды пробки. И если уж так играешь как хэс, то ему надо снизу стенку сразу ставить. Либо халявить вообще по максимуму. Сиральчика хат, а линги делаются вообще. Сиральчика хат, а линги делаются вообще. Сиральчика хат, а линги делаются. Тем не менее. Форжа пошла у хэза. Стенка, кстати, получилась, мягко говоря, так себе. То есть нужно, чтобы ее закрыть. Я даже не знаю, куда что тут ставить нужно. Вот так вот пилону сбоку, чтобы вот здесь проход был. Или куда вообще, че? Или гейт вот так вот сюда. Ну, тут криво, вот в любом случае будет. Так, хэс, кажется, 3-м уникус собирается выходить. Вот эти у хэза, что это тут такое? Не знаю, что за значок такой, какие-то единоборцы какие-то, как будто бы. И значок планеты, что ли. Натирал никаких значков нет. Зато у него есть 3 хаты. У него делается 3 королевы, у него делается овер-дроп. То есть все опять королевы полетят, кстати говоря. Но в этот раз это просто хара с 4-мя королевами, я так понимаю. Да-ка, скорость овером забыта, в чем прикол? Сирал, ты вообще видишь, что творится-то? Это такой фейл сейчас был. Сирал забыл заказать скорость овером. В итоге, ну, он не может быстро никак попасть вообще к просту. Бывает его Сирала такое, да? Но тут похоже, что Сирал всерьез взялся за хэза опять же. То есть он мастит собак. Он строит бейлинг-нест и опять какой-то прессинг жесткий будет. Оверы летят вперед. Есть 2 адепта, есть у оракулов есть энергия. Есть у оракулов, кстати, энергия. Надо отойти, развел на овер-чаж сейчас. Надо свалить. Ну, здесь еще на 2 овер-чажа есть. Но если бейлингами наморфить бейнов, зайти сюда, можно взорвать как бы пилона вот эти. По крайней мере, где-то что-то можно взорвать. Так, 3 пробки снизу, зачем они вообще здесь нужны? Не понимаю, просто. Обороны нет у главниковой на 3-й. Он пробок за счет туда ведет. Все, скорость оверу по входу додела. По входу Пьеса, что называется, была доделана. Сирал летит. Уже вышел на ХГ туда. Некто 3-й сейчас заберет. Дома 2 фотонки уже будет давить. 10 бейнов где-нибудь здесь. Сирал решит прям в локу. Что си. У меня сомнение, что Сирал прям в локу. Бьет-ка его. Опять же, развел Оракула на врубление демэджа. Бейны готовы. Новое и новое делают. Собаки всю новую-новую подпустят. Все не понимают. Тут Сирал демонстрирует то, что Сед не очень, что ли? Или просто он его щит оттуда? Я не знаю, что Сирал демонстрирует. Но похоже, что не считает. Он Седа прям серьезным действительно оппонентом. Стенку начинает обривать. Без центрея эти потомки. Что же защитить тяжело будет? Ну как королева-то в рейнч? Что-то у верчажа полезло. Тазь, наверное, сработала. Вейлингов заблочила сейчас. Ну, собаки врываются далее. Последний у верчаж выставлен. Мазеркор падает. На новый Мазеркор заказывать. Сейчас еще один у верчаж был. Сейчас скоро вейлинги распризятся. Их надо вот в этот вопилон, наверное, накликнуть. Боль будет стиральчику. Почему нахотвел, я не пойму. Передроб королев внутрь, что ли, прям идет? Похоже, что да. При этом всем я чуть не понимаю о политике стирала сейчас. Он переходит в экономику. То есть он просто хэза не додавел. Он ставит четвертый. Он делает дронов. Он делает леер. Гидроден, видимо, еще будет заказан. Но тут, смотрите, сколько арак вот-то. Пока тут эта гидра достроится, блин. Пилонов, смотрите, тут целая пилонная аллея пилонов просто. Так, он желал выиграть. На атаку пошел. Ё-моё, вы видели это? Я что-то смотрю сюда, и я задумался, что здесь королевы летят. А здесь не королевы летят. И 28 пробок. Минус они все в стейке. 28 за 3 бейлинга. Ну, это перебор. 28 минус и 28 осталось. Половину сырал, короче. Бах, и половину забрал. И уже гидра дома делается. Королева есть. Кстати, аракулов много сейчас. Королев начнет сбривать тиральчик. Надо уходить туда. Уходит тиральчик по спорке. Который сейчас прям спорки все развалит. Ну, королев всех развалил. Спорки быстро кончаются, кстати говоря. Дроны уходят на дальнюю базу. Гидра выходит. Ну, гидра выходит как-то медленноватая. С небольшими группами. И может сейчас затерпеть. Интересно. Хрест, кстати. Неплохо проатаковал, между прочим. А здесь одна всего лишь сборка. Делается еще одна. Вот гидра идет в тираловском. Он понимает, что энергии мало. Оракула все равно экономика-то очень хорошая. 4 хаты. И сейчас гидры становиться будет. Тут уже сейчас ее будет. 15 примерно штук. Гидра, азика, 12, 5, 17. И, ну, штук 30 когда будет. Оракула им будет. Ну, очень тяжело тогда. Привет, псин-син. Привет всем, кстати. Твич, кстати говоря, должен работать. Если что. Он и работает. Все нормально. Это гидры много. 2-0 сирал, ребята. Ну что, третья карта, напомню, здесь все играются карты. Есть шанс у Сирала 3.0 сделать сейчас. Сирала 3.0. Сирала 3.0. Сирала 3.0. Сирала 3.0. Сирала 3.0. Ну что, 2.0, Сиральчик, погнали. Третья карта, не у Тропикана, плиточная, плиточный мейн, утепленный полно. На второй базе с ковром зеленым, травяным. В центре тут вообще пляж какой-то. Вот. Ну и Сирал играет с эти газпул с мейна. То бишь, может быть, может быть, через скорость собачкам у вторую базу он выйдет. Не знаю. Чая дольюся, пожалуй. Этих пряников не хочется, ничего-то глотну. Опа, у Хэза гейт форжа нечего-то потонить решил через гейт, еще и зелок потонки. Ну что ж, посмотрим, что выйдет из этого всего дела. Опа, у Хэза гейт форжа нечего-то. Так, ну тут Сирал все уже видит прекрасно, что Хэз делает. Лингом видел второй бюджет, мейн особо смысл смотреть нет. Форжа была отменена, то есть, когда понял Хэз, что здесь, собственно говоря, играет Сиральчик в хату. Отменил, вот, Чехпул первый отменил форжу. Ну и что сейчас будет, какой прессинг будет со стороны, интересно мне. Сирала. Будет в этот раз он, опять же, применять скорость овером с кем-то передробом. Эволюшена, по крайней мере, пока нет, значит, может и не будет. Может, просто скорость пугает немножечко оппонента. Вот, ну, и я думаю, что перспективы этой группы какие. То есть, очевидный аутсайдер Хэз. И основной здесь вопрос, основной здесь вопрос. Сможет ли Сирал пободаться с Соларом и с Бианом? Я думаю, что сможет. Так, что тут? Одного дрона сбрил адептом, потерял адепта. В итоге у нас Хэз. Сиральчик развивается. Третья почти готова. Крит-умора отсутствует пока, ну, тут как бы так и опенинг был. Да, карта ничего такая, красивая на самом деле, карта прикольная. Так, что происходит? Так, Нина Александровна. На 5000 рен мне на Сбер переводит сообщение Джонни Сэг. Джонни Сэг, так ты Нина Александровна у нас тут оказывается. Панатка тайная. Ладно, шутки шутками. Спасибо большое. Чё-то неожиданно прям. Смотрите, какой контроль лингов со стороны Сирала сейчас был. Но Нексус брить не получилось всё равно. Продолжает он строить рабочих. Лэйр пошёл, коготь делается. Войска Роя атакованы. Вот, а это дом. Чё, блин, так вот подержётся сегодня. Нет. А, тут вот оно как. Главное, что Нина Александровна потом на меня. Какой-нибудь этот отдел Канин написал о кибермошенничестве. Ладно, шутки шутками, ребят. Короче, передроп опять Сиралу, в общем-то. Вот не сидится Сиралу этому, спокойно скажете вы. Опять передроп, опять какая-то движуха идёт. Опять лингами он тут пытается напрягать. Крупкая минута. Да убей ты, Зилка, его никто не прикрывает. Фениксы его не прикрывают. Растерялся немножечко в обороне, если честно, здесь Хэс. Ну, кстати, Фениксы, а не Оракулы. Что они должны делать, эти Фениксы? Мне вот просто интересно сейчас. Фениксы, в качестве, очень интересно и хорошо, но... По-моему, сейчас просто закажут Сирал пачку Гидры и ничего не сделать будут. Так. Да это Баянчик уже я с утра уже как бы заметил, исследовал момент. То есть, странное опровержение от Минобороны, что как бы... Может, это в другом месте произошло, но... Может, это в другом месте произошло, но... На самом деле, там уже из кабины выложили видео, как бы, залпы этого. Я вам скажу, что это страшно, конечно, так попасть. Потому что там, кто-то, Теланин стоял, он почти близко от эпицентра был. Там, я не знаю, куда что будет вообще. Так, еще 7 пробочек, минус. 9 Гидралисков есть, плюс 11 делается. 20 сейчас Гидрала будет. 20-очка. Здесь 4-я Хата уже, Сирал готова водить, хитрый ХС. 4-я Ниндзенексус. Зачем он драться-то будет? Я не помню. Ниндзенексус хорошо, но у него боевых Юритов, 7 Фениксов, Оракул, Мазеркур, 1 Зил. Вот все, нихрена нет вообще. То есть сейчас, так полагаю, Гидра придет и точку в этой игре поставит. Падают камешки. Графон? Да не, просто карта так красиво выглядит, наверное. Вот поэтому, тебе кажется, что графон лучше стал. По идее, графон лучше не стал. И Феникс и Гидру разбирает, но Тирал по пути демоджинах. Молодец, сейчас. Энергия кончилась, одному повезло, такой козлы, плюет в них, плюет. Фигидры 28 штук. Феникс под удар попадает. Хэз вообще не контролит все, минус ГГ, короче, ребята. 3-0 просто на изичах, что называется. Ну и следующее я там кидал Кириллу. Следующий у нас Бьян Хэз будет в матч. Ждем Бьяна Хэза. Ну я не знаю, просто такое хрение, то что Бьян убьет Хэза. Хэз, чем убьет Бьяна, я очень сильно сомневаюсь. Как бы Сирал во всех не убил бы. Опа. Спасибо, Джонни Сэк. Тут место мне, кстати говоря, подвычистил немножечко. Я не знаю, что стрельба. Минобороны выложили, что... Что якобы захват цели, ну, ложный какой-то. Спасибо. Вот, то есть захват цели, там видно из видео, где в кабине, что захват цели резкий произошел, вот снизу почему-то как бы. Ну я не знаю, если как бы он произошел, это же не значит, что автоматический запуск идет включая, а вообще непонятно там, что как бы, надеюсь, что все-таки случайно это произошло, потому что летчика, иначе тогда печаль будет. Ну вот, если он случайно сам там как-то... Ну вот, пишут, что боевая кнопка там была. Точнее... Короче, хз. Ну видно, что пишут, что боевая кнопка была активирована, как бы, то есть не знаю. Короче, хз, главное, чтобы там все живы остались. Кого покосило. Нет, на видео из кабины как раз-таки там резкий захват резкий произошел сбоку вот этого грузовика. Ну да, так-то смешного тут мало. Ну вот. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что же. Сейчас хостить будут, мне надо будет отойти. Немножечко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что же. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что же. Так, все, я лезу про эту тему читать. Ладно, потом будем читать после стрима уже. Ну что же, хэзончик, бьянчик. Субтитры сделал DimaTorzok Погнали. Бьян вообще играет в СЦ-ку первую против хэза, чезерочка. Хэза идет, кстати, пробкой вперед. Кайгарден, гигантская какая-то карта, кстати, она реально большая. То есть тут, чтобы попасть из одного к другому, реально надо большое расстояние пройти, это мышкой быстро так вот просликать. Так, понимает хэз, где бьян живет. Главное, что бьян сейчас 3-2-2-шки какие-то не начал тут играть. Но, с другой стороны, вот этот билд через StarProxy Stargate, то есть его прикол в чем? Сейчас начнется продакшн мариков, а мариков у бьяна будет много. То есть уже штук 6 к моменту появления Оракула должно у него быть, обязано просто быть. Вот, пошла вот Орбиталка первая, как раз таки Марик закан, здесь сейчас 2-ая Орбиталка, цеха достроится, но вообще, честно говоря, опасная эта ситуация, очень такая для бьяна. Здесь еще сталкеры делаются варк, то есть здесь не просто будет Оракула, это будет полный улын, естественно. Ну и бьяну надо бы что-то обнаружить здесь, но пока он там разведают, где хэза у нас живет или не живет. Пройдет время, серьезное количество. А у нас респы-то, понимаете, вот здесь еще один получается. Ага, респы, ну то есть либо вот такие вот близкие, но видимо только кросс может быть, я так понимаю, или нет. Потому что хэз сразу туда пошел, на самом деле, вы видели сами. Бьяна 4 и Марика, но они не в позиции, то есть они Оракулов не контролят здесь вообще. Вот сейчас бьян на мейн назад подтягивает Мариков, становится между мейном и второй и видимо будет уже сейчас встречать. Так, приезжает бьян, видит хэза 2 газа, видит адепта. Вот у нас тут сталкер пришел. Сейчас Оракул залетит, Оракул начнет на самом деле сейчас шаталить и такой. Плюс 2 гейта, ребят, бункер делается. Оракул залетел, нужно предельно аккуратно быть сейчас в обороне от этого Оракула, потому что... Так, СМ-ки со второй оттягиваются обратно на мейн. Пять рабочих забрал, главное, что бьян здесь бункер достраивает, посмотрите. Или не достраивает, нет, он не достраивает бункер. Но надо достроить, он обязан его достроить, иначе беда. Ведь зная хэза, можно быть уверенным, что это был полный ОЛН. Странно, что бьян инженерку не делает. Я не понимаю, как он собирается сплитить мариков здесь на 2 направления без инженерки. Вот мариков, 3 штучки стоит, да посадите ее в бункер тоже. Что-нибудь позади, в конце концов. Дамажен из бункера бьян ведет, сажает. Они начинают сталкера атаковать. Здесь уже 4 сталкера. Вар прошел инженерку. Почему тут сразу было? Нежели минералов не хватало? Почему сразу инженерку бьян не строил? Оракул на мэне опять здесь. Инженерка добавляется на умарик. Что-то бьян высаживает. Зачем он? Его высаживает. А, 3 Оракулы здесь прилетели. Ох, ну бьян Оракулы прозверает просто. Всех 3. Очуметь, просто и туретка пошла. То есть теперь осталось сталкеров сдержать. Только в лоб, ну их надо сдержать еще, ребята. Приходят, очень много выходят КСНки на выщенку. Надо быстрее брать все-все-все сверху. ТС уже проходит внутрь, сойти бьян высаживает Мариносов. КСНки снизу, КСНки сверху. И так, нужно мариками помогать, уже чем-то помогать. Сверху атакуют, снизу надо вынуть и начать уже отбиваться наконец-то бьянчику. Ну два сталкера деф здесь остались в тылу, получается. Надо было вести рабочих немножечко бьяну. Но у него уже почти стим готов. Со стимом будет попроще, конечно же, отбиваться. Депо по на рампе делается. Что, то есть бьян вообще решил на мейн уйти, я так, насколько вижу. Стима до стима секундочка остается. Спускается бьян мариками вниз. Все настимлено. КСНки снизу вперед. Марика хнючка отвел, чтобы именно по ним дэмош не наносили юниты хэзовские. Оракула бы надо спилить бы сейчас. Ну все, сталкера подбивает. Бьяна Оракул улетает. СССР посажать надо назад. У хэза Нексус есть? Нет, отсутствует Нексус у него. Ну то есть, как это было полным улыном, так и осталось. Щиты пошли. У бьяна нет экономики, чтобы, например, Старпорт заказать сейчас. Хэз все еще не сдается. Он пытается дальше атаковать. Но перспективы здесь стремятся к нулю уже на самом деле на успех. Потому что, ну, очень четко бьян все делает. Марик в дэм уже засаживает. И даже дело не в том, что бьян четко делает. Дело в том, что какая здесь экономика. Посмотрите уже. Так, на рампе там депошечка. Адепты врываются. Ну и прям под бункер врываются. Как бы это вообще не очень. Надо из бункера высадиться. Ну они демеджены, но они все равно помогут ДПСам своим. Оракул прилетает. Бьян, как же он покусит этих Оракулов еще четко, конечно. Добивает адептов. Все, добивает. Хэз еще не сдается пока. Ну вот к чизерской сущности Хэза уже многие привыкли. Просто на самом деле. 1-0. 2-0. Так, прыгаю в игру в следующую. Вторая карта Бьян против Хэза, ребят. Сейчас ФП поставлю. Все-таки надо сходить. Чуть чай уже. Прости. Прости. Пр Pisces. Прости. Так, ну давайте я вам Хэ задам, потому что он у нас инициативный в чизере, сейчас я быстренько, ребята, приду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть это либо летчик нажал боевую кнопку, либо они самопроизвольно сошли почему-то. Ну это чизераст Хэс, ребятки, с массой Морталами. Невероятно опасный билд, вот этот вот. Ну вот, блядь, как можно против Хэза вообще без разведки играть? Ну ё-моё, здоровый Илюх. Ну вообще-то без разведки, это же перебор, ё-моё. Бьяна, это же три барака, но Иморталы, блин, то есть Маликов Стима нет, то есть инициатива в контроле на стороне Продоса будет здесь. Ну а как Хэз может обыграть Бьяна, кроме как вот такими мы бреднями? Ну никак, наверное, вообще. А три Имортала Бункер просто моментально убьют Призму плюс Сталкер плюс Призму, контроль на неё будет. Ещё второй гейт добавляют, что там по паре Сталкеров в архит. Сталкеры нужны, что если викинга, например, бы там, тиран запилил бы, то пытался Бьян найти, Сталкера, ничего не вышло. В бункере там четыре Маликов сидит, ещё и Маликов. Сейчас третий будет, четвёртый делается. Бьян, по-гуда он полетел-то, я чуть не понимаю. И со сколькими Иморталами Хэз собирается? Если сейчас Бьян успеет дотянуть до Стима, я думаю, это самый его реальный шанс отбиться. Стим что может дать? Он может дать, как бы, получается, ну, на Иморталов. Опа, приходит ММ, Бьян выводит всё к бункеру сейчас. Всю вычинку абсолютно. Как же они калашматят бункера, Иморталы вообще. Бьян там на соплях вычинивает бункер, жесть. Иморталы красные, но Бьян чинится, и всё, энергии у СН3 больше нет. Кстати, мне кажется, на Гвардиан бы лучше поставил. Пробит бункер, я и говорю, что захват-то просто может там, как система наведения, она цели там обнаруживает, а ракеты там уже по-другому. Так, неужели пробил Хас или нет? Контроль на Имортала хорошая очень. Они всё дальше и дальше уходят. Бьян на дэмаж, но хочет достать. Достать тяжело очень. Одного оттеснил им, а. Смотрите-ка, Бьян тут ещё и покрошил. Ну, хотя нет, чё он покрошил. Три Имортала, два сталкера. Не, это до свидания. Это БГ, Бьяну походу делать всё-таки. Стим через несколько секунд будет готов. КСМ-ки выходят. Сзади подходит часть Мавиков предыдущей, которые эпизода живы остались. Чё-то, блин, тут КДши сапаляут эти. Имортала теряют. Стимится, Бьян. Надо бы призму бы сбить бы. Призму сбить никак. Бьянчик, Бьянчик. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой напряжометр идёт. Куда-то там на мэне есть добыча. Здесь есть добыча. Призму надо сбить. Бьян сбивает призму. Иморт призму не сбил, зато Имортала одного подрезал. Может быть, сейчас удастся призму сбить Бьяну. Бьян не рискует вырываться ниже. Понимает, что каждый стимпак это урон по его марикам, и он может отлететь. Ну вот она, приоритетная цель. Это у неё нет убийств, у неё ничего нет здесь. Но её надо сбить, короче. Понимаете, в чём дело? Всё, Бьянок из призму сбивает, но марики дамаженные все в мясо. Надо имов окружать с КСМ-ками, пытаться три Имортала. Здесь есть ФС укусит их, имя ещё Мариков. Этого счёт 41-26. Кажется, всё-таки не выдерживает Бьян. Кстати, факта слабый. Нахера танк хотел построить, видимо. Даже не знаю. Жесть, жесть. Ну, куш жёсткий это, ребят. Очень жёсткий. Вот особенно таким стилем, как Бьян, когда играешь. То есть, очень тяжко что-то здесь делать. Так, марики все заблокированы. Три Имортала, СС-ГГ. Бьян пишет 1-1. Неожиданно. Ну, чё неожиданно. Хайя смог же чизануть, в принципе, да. Почему бы не мог он чизануть? Три импари·Qué. Три импари słодной. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 1-1, ребятки, Бьян против Хэза Неужели Бьян от Хэза отлетит, ё-моё Ну это перебор реально будет Добавил субтитры DimaTorzok 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 Зачизил Бьяна Да не, Хэз-то неплохой игрок Просто, блин, он с такими игроками Ну просто за правила надо взять Берёшь И в разведку попёр, например Наш пилон Беру свои нас за словат Когда уже без разведки В общем-то всё Понимаешь, что происходит Тогда да Так, а где сталкер-то далеко? На полпути он Наш пилон атакован Короче, не успевает Бьян выбить Как вы видите Пилон на Астаргейте Потому что сталкер пришёл, чёртов Нужно сваливать отсюда Ещё попробуй свали Бьянчик, куда ты влез? Чёрт побери! Бьян просто Супер-купер вообще Так, Сандлес Ты про кого? Про Бьяна или про Хэза? Видимо, про Бьяна Судё по регалиям Что он всех выносит Но у Бьяна ещё Ну, ещё же GSL Супер-турнамент будет Ещё Есть шанс попасть на Блескон Мне кажется Небольшой там У некоторых игроков Или Бьяна нет На этом супер-турнаменте Если нет То нет шансов Так, опять Чис начинается Сбит реактор Сейчас будет Блин За секунду До того, как два Бомарика А, погодите Они всё равно вдвоём выходят Я думал, что один Отменяется сразу Два Циклона Марики У Бьянчика Надо спуститься Я не знаю Там грелки уже пилятся Первая грелка Нужно Бьяну Как-то поактивнее Внизу действовать Всё странно Он ни туретку не делает Ничего не делает Но зато старгей делает Вряд ли Бьян слышал о Хейзе Да нет КС они постоянно На все турниры едят Он не то, что слышал Он его и знает Наверное, количество Как бы Но Уровень Всё равно Неравный Так Делается Так Третий циклон Бункер Делается Медивак Сейчас Бьян готовится Целиком Уплывается Здесь к обороне На ЦС Куда 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 Назад Мешало спереди Здесь Бьяну ходить Две грелки Сталкера Плюс Оракул Здесь есть Так На грелочек За охват пошел Медивак Первый вылетает Грелка Ой, как демедж Она получала Она дофига Не, ну у Бьяна Тут такая пачка Я не знаю Как тут развести Всё это дело И танчик пошел То есть Бьян целиком Полностью в оборону Здесь включился Так Тут Оракул залетает Минеральную линию Бьянчик реагирует Грелку забрал Одну, но 5 ксм Ухлубить-то В это время Бункер потерял Соответственно Ну ладно Ой, да похуй Простите Какой бункер Бункер, ладно Так Сос тоже там На грани Близкона Вообще А, не прошел Жаль Бьяна Что на Близконе Не будет Спасибо всем За ссылки Пацаны Большое Жаль, да Мне тоже Очень жаль Что Бьян Не будет на Близконе Бьян Блин, ну там Столько сильных Игроков Конечно То есть Я Бьян Мне нравится Как в общем-то Игрок Человек Он такой Эмоциональный Прям очень То есть Он Насколько он Радуется победам Своим И я понимаю Почему он Такого результата Достигает Как он именно Радуется Победам Своим Ну блин Там помимо него С таких монстров Просто будет Жестких Опять Грелочек Залет идет Викингами Бьянчик Контроль Викингу Мить Разогрев Брублен Что же ты делаешь Это Бьян Разогрев Они там еле летят Бил Кстати Грелочек Оракула Бьянчик Надо приблизить На зад 2 Танчик В 3 уже Ой-ой-ой Тут тебе прям Может игра Необычный Расклад Приобрести Знаете какой Циклоны Прилетают Бьяновские На Майнхезу 3 сталкера Против 2 циклонов Не способны Они им Противостоять Ребята Бьян Целенаправленно Фокусит Сталкеров В то время Как КСМ Сзади Сзади Надо выпиливать Сделать 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 Следующее Можно Можно Просто Напросто Заблокировать Попытаться Тирана На Мэне И не дать Ему Вторую базу Здесь Викинг Долбанит Грелку Она Разогревом Вообще Не летает Практически На сколько Скорость Разу Два Скорость В конце месяца Будет Для Кореи Решающий Турнир Собственно Говоря И мы Все Увидим ГГ Раз Креща Два Один Бьян Все Таки Ну Я не знаю Справедливость Восторжествовала Или нет Но То что Бьян Выигрывает Как за Справедливо Безусловно Мне кажется Так Я кстати Стрим Не Переименовал Вообще Какой У нас Следующий Матч Бьян Хэс Бьян Сирал Сейчас Должен Быть Очень Интересный Матч Вот Это Прям Интрига Потому Что Потому Что Потому Что Сирал Очень Неплохо С Хэзом Показал Да И Это Европеец Очень Крутой Как Он С Бьяном Побьется Вот Это Интересно Очень Ждем Начало Мы Матч Продолжение следует... 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 От Кореи, собственно, на блеску не будет. Кто? Stats уже точно будет. Innovation точно будет. Пока не распределили. Но T.Y. еще есть. Смотрите. Gumiho Darksul Stats Hero T.Y. Вот так вот. От Кореи. Пока что. И один не определен. Протсов от Никори. Только NIP. Киважур Мейджор Тирана. И много зергов европейских. И T.R.U. еще вписал с туда. T.Y. есть. Ты что-то там не туда смотришь. Куда-то не туда. Продолжение следует... 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 Так, 78-70. Броня пошла у Серава с одного эволюшена. Да, с одного эволюшена. У Бьяна две инженерки тут проходят, уже начинают работать, все грейдится, все тут меняется местами. Факта улетела не на лабу, она делает реактор под себя, видимо, или под другие бараки. Лаба бесхозная в итоге. Ну, можно на этой лабе в перспективе барак еще посыпешь. Потом, если игра затянется, мародеры тоже нужны будут. Скорее всего, так Бьяна сделает. Тебя спорку так продамажили. Ни спорки, ни вкопаться, ни дрону газ, ни заказать, что-то тупешку это идет. Две спорки Серал делает. Может быть, лучше здесь плетку поставить одну, чтобы она тыкала, так сказать, авто турели. Спорки, спорки, именно Рейвен будет подлетать сюда и сможет кидать все равно, как бы, авто турельки свои. Шпиль Серал делает, по катушке Бэйном четвертый. Ухат собирается заказать. Скрип есть, ну, не дико много, но есть. Ну и начинается движение от Бьяна сейчас. Вот дроп полетел тройной, правда, в одном медиваке ровно половины 4 марика сидит. И щитов на них нет. И по катушке усирало там буквально через 10 секунд. Здорово, Катан. Здорово всем, ребят. Кто недавно пришел. Ну и все, Бэйны с покатухами. Такое большое количество подпокусить тяжело, но вне крип это в легкую Бьяна спокусит, я думаю. 96-113. Что-то, кто перемасил Бьяна Сиралов к вам. Так, Трансьюз Уверсира еще пошел. Идут Бэлинги вперед. О, Бьян потерял часть мариков. Не сразу отреагировал. И 9 муталов Сирал делает. Это хорошее такое количество. Ну, пора бы уже коготь первые заказы. Потому что, смотрите, перекос по грейдам будет слишком-слишком большой. Если у Бьяна будет 2-2, у Сиралов броня одна делаться будет. Ну, вот он. А, вот все, пошел коготь. Молодец, заказал. Четвертая есть. На четвертую надо бы рабочих запилить. Сиралов на муталисках уже вперед полетел, кстати. Чем собирается здесь на вторую прохарасить? Да, походу. Рипера минуснул. Ну, сдулся. Рипер на мейн летит. На мейне нет ни туалетки. Ничего, кстати, у Бьяна. Как это так-то? Сирал залетает просто на халяву. Реактор раз, реактор два. Просто 50 на 100-100 сейчас выпилят. Нет у минеральной линии еще Сирал. Неужели ты не видишь? А что он боится-то 4-х маленьких, что ли? Да смех же это, да и только. В это время принял выход Бьяна. У Бьяна больше лимит, чем у Сирала. Ну, что? Вот, вот, вот. Я не понимаю. Наказывать же надо. Ну, нет же ничего на мейне. Сирал-то порезит что-то. Ну, смысл вообще того, что он делает. Я не понимаю. Здесь туретка. Блядь, на мейне нет туретки. Ну, вообще. Ну, что за бред? Бьян не бог. Само по себе-то у него не отобьется ничего, блин. Странно. Ребят, на Твиче сетки нет. Бота у меня нет. Поэтому ищите там, дайте сетку, пожалуйста, кому-нибудь. Может, вам там помогут. И я вот сейчас лично сам скину, как бы. Вот. Другого варианта нету. Группа Д сегодня играется. Кстати, надо бы название это было отобразить. Ну, да ладно. Пятый уже Сирал на 12 часа. Оставят хорошо, пока Сирал действует. То есть, абсолютно на равных с Бьянчиком. Все вроде как контролят. Мута летает, агрессивничает. 16 штук ее. Правда, где еще? Еще несколько штук. Вот они мутали скелета. Здесь дробщик к Богу бегает. Так, я бы не сказал лучше, что Беллинги сейчас прям замечательно. Сиралевские зашли, но... Катился неплохо. Там Бьяна понапрягал немножко. 50 собак строит Сирал еще сейчас. В данный момент. Бежит на Минки. Минки делают залпу Лингу. Беллинги еще вперед заходят. Блин, как джеминки хлопают вообще жестко. Продакшн кэш Сирала очень высок. Там по 50 собак. Это очень сильно строится. Но... Нужен второй когольц. И нужно как-то контрагрессию. Вот на муталисках, видимо, да. Здесь чисто землей пытаться сдерживать. Но полный лимит тирана чисто землей держать. Тоже, знаете ли, это очень опасная такая затея. Опять эти реакторы на этих барахах потерпели. Да вот одна единственная дурецка сбречет ее. Тиральчик уже. Там Минка есть на мэне. Вот Бьян прибегает сюда. А Бьян заходит таким образом, что Тирала ставит неудобную позицию. То есть ему тяжело здесь отбиваться. Мародеры втанковывают Бейна. Просто жесть вообще. Муталиски немножечко тоже сейчас получили. Мне кажется, 12 надо часов отдавать Тирала уже пытаться. Потому что ну какой здесь вариант вообще. Один Веллинг все снизу зашел. Не рассчитываю. Тирал количество юмитов снизу и сверху. В итоге и здесь ничего особого не сделал. И дома, блин, отбивается. Криво терпит там, в общем-то. Трата упала. Вот сейчас несколько бейнов докатилось. До Мариков, конечно. Ну посмотрите на лимиты. Все время Бьян в плюсе. А еще у Тирала 2-1, а у Бьяна 3-3. Заказываются по грейдам. Так себе какая-то ситуация получается. Везде Бьян что-то собак ждет, встречает. Очень прям круто. И вот этот... Ультралис Кеверн поздноват как-то. По-моему. Хотя вот при таком стиле комутки много строишь. Лисусов не так уж много. И то, что ультралис Кеверн поздноват, это нормально. 142, 155. Я не знаю. У Тирала есть, конечно, здесь по его лимит. На двадцаточку проседает. Но, кстати, крип Бьян вычистился. Он вне крипа ходит, дерется. Похоже, что Тирал здесь, если вот в этой атаке сейчас он Бьяна не сбреет. Он, кстати говоря, сбревает. Вот сейчас у Бьянчика. Очень-очень много. И по лимиту даже в плюс вышел. Ну, 42 собаки сейчас в заказе еще. Надо бы не упустить вот эту группу. Посмотрите, ух, здесь медиваков халявных просто летают. А Тирал не агрессивен. Сейчас Бьян наглеет. То есть он не уходит отсюда. Он продолжает действовать сверхагрессивно. Тиральчик идет сюда, видит Мариков. Надо с ними бой принять. Ну, не знаю. Что-то не Гарс Тирал здесь. Запасим еще, в общем. Разводит Бьяна на Steam. Бьян моментально реагирует. Ну, просто вот сейчас на дэмэдж, на энергию медиваков. Бьян простимился и получил урон просто. Медиваки вынуждены были вылечивать, потратить энергию часть. Вот первого ультрала заказано. 3-2 грейда у Тирал заказано. Муталевскими мародеров укусит. Работают по ним очень неплохо. 151, 166 лимита. В пользу Бьяна все еще. Ну, Бьян мастится, конечно, жестко. Но у него голая био, у него даже либераторов парочки нет. Как он Бейна вкатит, а? Да он демон какой-то, е-мое. Просто великолепно катит Бейн у Бьянщика. 4 ЦЦ и Бьяна. То есть Тиралу эту базу, если в прошлый раз потеря ее не была критичной, то сейчас ему лучше уже не отдавать. Ультралам уникальный грейд через 10 секунд будет готов. База отдается. Минке, кстати, по своим же юнитам Бьяна попадает. Дистанс майнинг Тирал уже делает. Но есть шанс ультралами отогнать. В принципе, у Бьяна тоже эко кончается. Сейчас вот он с ЦЦ и перелетает. Сейчас Сирал с ультрой отобьется. И в перспективе... Е-мое, какой урон. Просто по ультралам входит. Минке там перепупсит. Пытается. Попутали с ЦЦ и Бьян. 1-0 Бьян. Ну, достойно Сирал смотрелся, конечно. Но нужно как-то, я не знаю. Вот как мне показалось, Сиралу у него есть возможность более уверенно действовать в контратаках каких-то сейчас. Продолжение следует... Что-то непонятное произошло, но ладно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, здорово всем Барак с газом почти одновременно заказан Примерно, я так думаю Ну, стирала 17-я хата, газпутер Стандартный, абсолютно BlackPink, карта Вперед полетел, ребят, извините, встану, блин, что-то холодно на улице Ну, конечно, я заболела, у меня что-то с горлом вообще какая-то дичь, сегодня приключилась вообще Так, а, на Twitch, кстати, да, мне надо действительно отредактировать, что там StarCraft 2 Чел, что это не StarCraft, но это действительно не StarCraft Компанию проходил, ставил, что брудвар там был, когда ремастерит компанию проходил Потери по нулям показывают, никто ничего не убил Даже собачку Бьян не подрезал И вот куда-то одна из них побежала Там через 15 секунд будет Соответственно, скорость, можно проверить, что происходит А происходит здесь Так, на факте лава и передроп минки будет Да, зачем лава-то на факте А, ну все ясно, сейчас, в общем, с факта улетит отсюда И StarCraft пересядет, видимо, будет заказана банша с этой лабораторией Прибегает линк, ну, я думаю, Сирал должен понимать, что дропчик, скорее всего, будет Будет ли он с порки, кстати, вопрос Вообще, с порки нужны, потому что иначе минка вкопается И ты, ну, чем ее отбить вообще-то Оверсиры-то нету, лейера нету Да, банша пошла, поменялся местами Может быть, кстати, Бьян какой-нибудь даже мех сыграет здесь Оп, бешеный линк прибежал Начинает греть стенки здесь КСН, который строит Внутри машинки выехали Счет, да, действительно, ребят Да-да-да Счет поменял Потому что счет Уже 1-0 пользу Бьяна Многие игрят, например, Реймер на 3-0 Бьянщика поставил Я же все-таки хочу верить, что Сирал сможет Затащить карту Вот начинается проблема у Сирала И то, о чем я говорю Смотрите, Бьян Минка что делает? Он Минка играет Просто 3, а где 3-то? Где 3-й-то погиб? А, уже здесь 3-й погиб Ну, пожалуйста, только я про это сказал Бьяна прилетела У Сирала по всем фронтам проблемы У Сирала нет спорки Надо переводить сюда Сейчас Минка точно закэдэшится Еще зал будет Да ну нафиг, короче Ну, значит, Сирал не понял Нифига, что там происходит На самом деле у Бьяна И вот вам результат И, кстати говоря Едет 6 хелбатов Сейчас будет Очень-очень скоро здесь Которых отбивать тоже нечем Ну, хотя 7 королев Это много Но я не вижу у них особо трансьюзов Плюс Баншайн, Визна При отсутствии лейра Значит, это халявный дэмэдж По королевам Все время Так, сбит Сбит, а что там было? Что там бита было? Медивар сбил Сирал Контроль, конечно, королев Великолепный Все засплищено очень жестко Но лейра так и нет Надо оверсира делать Участник оверсир В итоге, несмотря на то, что Сирал отбивается Потери значительные он несет здесь Ну, кстати, по лимиту На двадцатке все еще в плюсе И дронов очень много В дозаказе Но черт побери Бьян, это тот, кто найдет Блин, где здесь дрона подрезать Халявного Еще одна банша прилетает И теперь и королев Три штуки Попробуй сбить Одну баншу сбил Вторую надо тоже дамажить Здесь дамажит На полхп Линги Что у нас? Линги забегают Здесь полная стенка Геликов Хоть и нет, но Мариков дофига И третьи цеха Опять с одного Эволюшина утирала Драйды здесь Ведут Но И гидроден будет Куда ты ведешь Рабочих Бьян не прощает Не прощает Всех трех Короче, аннигилировок Но баншу Все кссирал Наконец забрал Сколько он потерял Рабочих? 16 Плюс 10 Строит Ну, не, пока еще Как бы не критично То есть сейчас гидра пойдет Но вот уже Вот я вижу, что потенциала нет Например, по грэдам То есть сейчас уже у Бьяна 2-2 Скоро пойдет, сможет ли Сирал Более-менее равные грейды поддерживать Не знаю Четвертый, Ха, то нет, надо минералов Больше, надо четвертый уже ставить Нужно, много чего, короче, Сиралу Нужно, если бы его так Бьян не затрепал У него все значительно лучше было бы То есть у Бьяна-то все по плану Там, третий ЦС-ку перевел Камни развалил, полетел Дропс, здесь все как бы в обороне Все ок А Сиралу там надо в порядок дома Все привезти по катушке, грейды Новые, там, бейлинги, дронов при этом Запилить и по боевому лимиту Не просесть Так, 16 мариков на мейн Здесь достаточно И пилинги, и бейлинги И все, всего полно В это время Сирал забегалку делает Ну а тут камни завалены В ловушке собаки В ловушке, говорит Бьяна Наркоманы сейчас быстро их распотрошат Неминки, залп Вообще никто не ушел Вообще никто не ушел Ну не знаю, они собак-то Ладно, там терять Ну посмотрите, блин Три в три базы Барабам ровно вообще Боевого у Бьяна больше Крыды Бьяна лучше Как бы и гидры у Сирала особо нет Так себе ситуация получается Так себе ситуация получается Две минки Сирал минусу Не, ну пока по лимиту Прям не ада Восстает в общем Чистит Бьян Крип там, где может Во всех направлениях старается Сирал пытался сбить медивак Вот мне знаете, что еще нравится вообще Как Бьян просто умудряется Вот в таких моментах Ты у Зерга на Крипе находишься Там гидролинга-болинга-прут Он умудряется погрузить Без лишних движений особо Иногда случается Очень редко Ну случается такое На самом деле Но большую часть Как бы таких микромоментов Умудряется погрузить И просто улететь через Крип Медиваки уходят еще Прям на грани Там демендженные Краснющие То есть он чувствует Прям когда нужно сесть Улететь И недостаточно чувствовать Надо еще исполнить Нужно нажать Здесь Так, здесь собаки Отдаются И там, и там Четвертая хата Сирал, конечно, добывается 60 лингов 12 бейнов Надо больше бейнов Гидра есть Ее 15 штучек Кстати, не так уж много Гидры там Так, новый бейлинг Сирал запиливает Неплохо вот сейчас Бейнов и Марика Покатились, конечно Вынужден сирал Держать группу От забегания Вероятно На этом хайграунде Бьян не дает Сиралу Крип вообще Здесь Свой распространить Сирала 2-1 Чуточку раньше Чем у Бьяна 2-2 Но хз Покоцал Мариков Тут немножко Интересное Забегание Со стороны Сирала Кстати, Бьяну Нечем его Встретить Бьян Оттягивает Сюда Смотрите-ка Сирал В этой игре Можно констатировать Факт, что в этой игре У него все лучше Вот сейчас Точно То есть до этого Вроде как Сирал держался Но все равно Бьян В прошлой игре Сирал держался Но Бьян Шатал Шатал И зашатал Но там-то Бьян Постоянно Сиралу 5-ю Отменял базу У него было 4 Но 4-я Одна из баз Она была неполноценная 6 минералов 1 газ Карманная Хотя у Тирана Тоже такая была Но здесь Уже То есть Сирал Выдержал Вот этот Средний стадий Прессинг Он вышел В 200 лимита Стабильно У него 3-2 Раньше Чем в прошлой игре Потому что в прошлой игре Сирала было 1-2 И Бьян уже 3-3 Закал Только потом Сирал 3-2 Заказал То есть в этот раз У него третья броня Будет раньше Бьяновской Третьей атаки У него адреналин У него ультралом Уже граиды Поперли там Вовсю Бьян Тайца дроп Пацана Мэйн Дроп Мягко говоря Не очень удачный От Бьяна Сирал Все принимает Смотрите Как замечательно Великолепно Ну вроде как В некоторых моментах Прогорает Но все равно Все равно В плюсе Да и шо это Бля Срамота Ё-моё На всех картах Что за дела Вообще Так На всех картах Напилин Вот опять Бьяна Опять то О чем я говорил Просто Деман Жен F3 В мясо В них сидят юниты Бьяна улетает И ничего не теряет Вообще Ну сверху Что сирал Прям активно Напрягает Бьян Точнее Активно Напрягает Сиралу Делать бы Блян Рейнжовый И грейд Уже А то Что-то Как-то Я не знаю Печально Не все места Не хватило В медиваках Бегите Пацаны Бегите Там очень много Бэйнов Надо Аккуратнее Быть Четыре ультрала Первых Грейд Доделываются Сиральчику Старую Хуголь Сура Третья атака Будет готова Ну я не знаю Вроде как Здесь У Бьяна Как-то Все сумбурно Посмотрите У него Все бегает Разрознено Как-то Но Тем не менее Бегает Много Юнитов Сирала Уже Первый ультрал Как-то Все Третья броня Доделывается С ХГ Здесь Гидрой Напрягает Сейчас Третья броня Готова Делать Третью Коготь Первую Рейнжовую Не знаю Гидры Там много Так У Бьяна Уминает Все в хлам Ультра Где-то сзади Вообще Почему она Вперед То выйти Никак не может Это ультра Черт побери Вейлингов Не осталось Сейчас ультра Бьян Без крипа Раскатит Нафиг Сирал Понимает Уходит Отсюда Делается Грейт На энергию Инфесторам То есть Микос Сирал Микс Хочет добавить Этот Апгрейд Очень важен И надо Бо И в смысле Этот юнит Этот каст Надо бы Заказать Базу Уже Сейчас Сиральчику На самом деле Пятую Что-то Вот он Медлит С ней Здесь Или Здесь Это Неважно Вот он Сверху Ставит Так Ну что Да Сирал Делает Третья Кугать Ранжового Делает Четыре Инфестора Уже Грейт На энергию Готовцы Семью Стипить Они Выйдут Точно Так Да Ему Гидра Спереди Куана Придет Да Ему Отведи Назад Три Броню У Гидралов Но А так Ноль Вот в чем Печаль Вот эту базу Точно Бьян Отменит Сейчас Скрип Здесь Вычистит Весь И Вот Сирала Здесь База Строится Еще Даже Раньше Главное Одну Хотя Включение Сейчас Уже Уже Очень Важна Она Опять Бензолетает И Сирал Каждый Раз На Мэне Готов Почему Именно Юнитов Держит Можно Здесь Плёточек Уже Сучки Три Напили Поменьше Юнитов Держать Конечно Почему Инфесторов Не делают Потому что Гидра Инфесторов Отчасти Заменяет Гидра В каком Плане То есть Инфесторам Еще Попасть Надо Они Дорогие А гидра Это Юнит Который Стабильно ДП Сит Линго Бэллинги Сминают Там Переднюю Направление А гидра Помогает Очень Сильно Так Микос Кидай Какой Тут Вообще Пачка Нереально Один Кинул Второй Не Кинул Ну Так Медиваки Падают Бьян Успел Убежать Еще Отсюда Если Второй Сирал Кинул Это Вообще Просто Было Б Покром Сона Я Дроп Своим Большим Сирал Рядом Тут Гоняет С Бьяном Нужно Как-то Проатаковать Уже Оранжовый Играет На атаку Готов Воздух Пошел Второй На землю На жону Столько Гидры Ё-моё Да Наш ДП Сить Настолько Лучше Будет У Бьяна Либерков Уже Много И Понятно Только Одно Что Не надо Под ними Ходить Два Ультралиска Просто В хлам Два На ульту Планетарка Очередная Пятая Уже База Здесь Либератор Прилетел Напрягает Одиннадцать Часов Соответственно Дроны Едут Куда Вы едете Сирал Куда Ты их Ведешь Перевод Издалека Какой-то Был Еще Несколько Дронов Четыре Расстрелял Либератор Суммарно Шесть Дроп На мейн Зашел Все время Сирал Был На готове В этот раз Какой-то Провальный Отрезок Для Сирала Минус Грейтер Спайр Ребят Такое Ценное Здание Просто Нереально Потерял Линги Бьют Часть Ультрал Сагрился На одного Марика Какого-то Непонятного В итоге Сирал Дроп Все-таки Отбил Есть Хараптеры Гидры Ё-моё Какие пачки Собак Наверное Нужно Четырнадцать Чтук Одна Мина Убила Вторая Ноль Ну Четырнадцать Много Бруды Будут Брудов Не наблюдаю Пока Лисуса У Сирал Высочно Много Но Брудов Не наблюдается На двенадцати Добыча Началась У Бьяна База Сверху Есть Между прочим Сирал Лезет Я не пойму Либератор Поймана Пачка Хорошая Сираль Бьяна Лимит Правда Больше До сих пор Не поздно Поймался Цеху На двенадцати Бьяну Выносит Сиралюга Так Чусе Либератор С двумя Атаками Караптеров Без брони Вы видели Что они Увидели Что здесь Получилось Морковные Караптеры Просто В это время Дров на Мейн Где опять Сирал Готов На двенадцати Не готов Тринадцать Дронов Минус На хрена Столько много Отдавать На новых До заказ Делать Заказывает Вообще Гастов Перестали Южить Ну а у них Механика Это другая Сейчас Как бы То есть Они Сбиваются Микозом Эти гасты То есть Выстрелы Снэкершоты Тяжело Заходит Бьян Минус Что за хрень Ключевых зданий Повыбивал Здесь И все Грейтер спайра Нет Ультрал каверна Нет Что в итоге Сиралу Строить Опять Рабочек Нарезает И Ёма Сейчас Бьян Блин Сирала Растрепает Именно Экономически Посмотрите Сцф Смейна Прилетела И главное Что был Грейтер спайр Сирал Не смог Ни одного Бруда Заказать Еще Минус Дроны 51 63 Нидус На хрена Минус Опять Дровь сюда Здесь Рабочие Сбриты Ведь Переведи Уже туда Пусть они Здесь Добывают Что нибудь Сделай Наконец Стиральчик Он Дистанс Майнингом Собирает Направь Ты их Сюда НК Матеряешь Просто Нереальное Количество Вообще Дезерги Кастам Привык Проще Либераторы Плюс Био Плюс Викинги Брудов Ультралов Можно Контрить Ну-ка Ультра Плюс Микос Плюс Бруды Уже Тяжело Вообще Да Вруд Лордов Убили Ну вот Надо До этого Еще было Сиралу Морфики Стараться Как Нет Оказалось Гос Академия Ему Минус Не Ее Приоритетное Жизнание Факта Блин Не нужно Вообще Еще Сейчас И Либераторы Побомбят Здесь Ультру Пока Лимиты Равные Газ Бак Факта Сгорит Сейчас Бьяноч Что-то Забил на нее Булк Не видел что ли Что там Печаль Так Дроп Прилетает Бьяно Ушел Ультралом И лингами Инфесторы Снова Выходят Житкая Сема Какие-то Отдачи От Бьяно Идут Либератор Ну ток-ток Сейчас Рэндж Заделывается Но с рэнджом Они уже Совершенно Другим Имитом Становятся Гидра Плюс Ультра Идет Семножко Бьяно Отогнать Как ультралы На дэмэдж На трансфюзе Идут Да Идут Трансфюзе Караптеры Пришли Зеленкой Залей Что-нибудь Зеленкой Может Зассать Тут все Я не знаю Не хочет Еще Сирал Этого Делать Бьяно Опять Двина Сбревает Неужели И такую Карту Сирал Отдаст Похоже Что Может И отдать Скопил Весь Боевой Сюда И Что Делать Ты Здесь Столько Либераторов Что Уже И вайперами Хрен Всех Притянешь Здесь Забегание Это Сирал На Из Законтрит Бьяно Скайп Надо Здесь Микоз Держать Какой-то С чем-то Сконтрить Дрог Дофига Не успевает Сирал Скип Сжать Притягивай Сирал Где же Притягивал Какой-то Ни хрена Нет Притягивал Печаль Полная Ультра Гидра Напрягает Где-то Либераторы Куда-то Делись Куда они Делись Вот Они Висят На Ццах И Почему Они Отсюда Куда-то Делись Не знаю Новая база Сиральщик Делает Грейтер Спайр Восстанавливается Ультра Кстати Ультра Лискевер Нет Это Последняя Ультра Тоже Он Не сможет Перемасить Ульту Забегание На лингов Идет Здесь Группа Такая Обьяна Ты всех Собак Сюда Приведи Прям С гастом Все Сукушает Сирал Собаки Агрессивные На адреналине Часть На вторую Забегает Забегание Успешно Получилось Может мародеры Живущие Против Сагрили Собак Будут Уничтожены Я не знаю Орден Тарсона Будет Или нет Здесь Отменена Хата Эскейп Тирал Нажал Или нет Тоже Я не могу Вам сказать Точно Депохи Погрыз Юнитов Погрыз Гост Академия Пытает сгрызть Бьян Понимает Что не надо Давать У Бьяна Грейт На здании Вот посмотрите Если б не этот Грейт Здесь уже Все было Уничтожено Давным-давно Орден Тарсона На цецейхе На одной Получательности Энергии много Там достаточно было Стоит отметить Здесь Момент этот Влажный Развел На скан Сирал Бьяна Вынудил Просканить Собачек Здесь Так Выгружается Несколько юнитов Медивак Сбей Кстати Ударил Сирал Раз по медиваку Но не сбил Грейт На гидру Всего в один Так и не сделал Вторую атаку Здесь надо Валить Гидралисками Сирал Подальше Надо уйти И закопаться Тогда Сирал Ушел Линк закопан Свалил Отсюда Все Сейчас есть Грейтер спайр Можно брудов Запилить Но газа Вообще Как бы Печаль По газу Одна Единственная А не Вот еще Хата У Сирала Забывается Нормально Бьяна Опять же Заспличено На два направления Два бруда Это явно Мало У Сирала Просто физически Нет возможности Больше Закрать У него газа Не хватает На дальний Так На этой базе Оборона Есть На верхней Оборону Соответственно Тоже присутствует Собачки Забегают Бьяна Юнитов Окружают Очень хорошо С адреналином Грызут Великолепно Ультра Все газы Под ЕМП Убивают Убивают Сиджала Давить Убияна Давить Убияна По воздуху Никакого Саппорта Вообще Не осталось Нижняя база Сирала Живет Это очень важный момент Викингов Либераторов Нет Но брудов Сколько Четыре штуки Гасты Одного Снайпернули Как же Био На 3-3 Решает Минус Брудлорд Еще один 90-112 Вайперов Очень много Нужно Медиваков Законтрить Если Сирал Медиваков Не законтрит Будет плохо Очень Вот сюда Две зеленки Убияна Био Не сможет Просто лечиться Физически Не сможет И это будет Для Биана Точкой Вообще Какая же Игра Получилась Просто напряг Просто жесть Просто Ну приятно Смотреть Такие игры Так Идет Биан Вперед Где зелень На медиваке Ё-моё Разрозненно Сирал дерется Линга Бэйлинги Вперед Зелени Не вижу Надо Зелень На медиваке Обязательно Кинуть Сейчас Не накинешь Зелень Печаль будет Ну ЦЦ Хож добывается Рядом с тобой Ну Сирал Ну что ж ты творишь Та ё-моё Планетарка Снизу Эту не законтрил Здесь дроп Идет сюда Еще Несколько Лингов Побежало Вниз Что он тянет Ну это Блять Евро Я извиняюсь А матом Начну ругаться Сейчас Это Евро Снута Стояние Вообще Тупое Блин Прилетел Дроп Если Хату Сирал Потеряет Это Печаль Полная ЦЦ Конечно Сирал Тоже Законтрил И КСМ Сбреет Немало Но у Тирана Все летает А Сирал Надо Хату Восстанавливать Хату Потерял Пачка Убьяна Тут Юнитов Большая Очень Ну это Все Сирал Дал Гастам Ой 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 Хорошо Что не добил Бруда Два Бруда Здесь Ценнейших Просто Сирала Трансюз Кидай на него Сирал Что ты Делаешь Сейчас Заснайперять Тебе Все Трансюз Их Есть же Энергия На два Кстати Трансюза Как раз Есть энергия У Сирала Вот же У королева Ну что ты Неужели Не видит Или сконтролить Не может Не пойму Сирала Политики Здесь Бьяна Значительно Больше Лимита Заводит Сирал Бейлинга Вперед Микос Пошел Просто Царский Но тут Столько Бео Что им Насрать На Микос И все Теперь Зеленку Не кинуть Медиваки Ничего Не сделать Победа Бьяна В два Раза Больше Боевого Лимита Жесть Вообще Ну Достоялся В тот момент Когда Давить Надо было Вот Когда Сбрил Бьяна Отогнал И эта хата Добывалась Спокойно Взял И встал На этой хате Обороны Не было Бьян Выбил Все В итоге Он царь Здесь И не дается Цеху Блин Свою Вообще Никак Убить А ведь Можно было Вайперами Агрессивнее Сыграть Видно Что у Гастов Энергии Не было То есть То есть Не было Снайпершотов И МП Можно Вайперами Было Кинуть Там Бьян Держался На лечении Био Своего Медиваки Если Выбить То Все Там Печаль Была Сейчас Бьяна Будет 200 И он Не будет Точно Стоять В этой Ситуации Это Очевидно Абсолютно Тут Уже Ресы Кончаются Ох Планетарка Уже Как она Успела Заморфиться Я же Внимание Не обратил Успела Как заморфиться КСМ Аксиральчик Пытается Подгрызть Диан Био Сюда Выводит Успеет Ученик Успевает А все Почему Пять Брони Потому что Три Родных На Планетарке И две Сделанные Грейт Все Планетарку Не сбрить 101 173 Привет Водка Форевр А в это время Я пока Там показывал Биан Откусил Просто Верхнюю Хату Сирала Внимательность Биана На высоте Бейлинги Заходят Бейлинги Минус Ну и все Точка Невозврата Пройдена Здесь Там у Биана Добывается Два направления У Сирала Одна база Еле-еле Добывается Вытянуть Медиваки Не получается Биан Ну это контроль Биана Кает Одновременно Врублен Медивак Скорость Врублена Вайперы Куда они Полетели Вот эти Вайперы Я хочу спросить Непонятно Куда они Полетели Вот это Хорошие Минус Сейчас Минус Все Био Пачку Сирала Бивает Знатную Но дальше Что Лимит Это все равно Провальная Раньше Надо было Инициативу Сирала Проявлять Ну и вот Отсутствие Вспомните Еще Что было До этого Ребят И поймите Такой момент Что Афгрейды Всему Голова В Старкрафте Отсутствие Абсолютной Брони На воздух Зарешало Просто Невероятно В пользу Биана Почему Потому что Он Либераторами Большим Количеством Сплэшом Просто Распотрошил Кораб Блин 300 минералов Минус Эскейп Конечно же Сирал не жмет Здесь Сзади Хороший Инфестер Кстати ползет Такой Прям хороший Микоз Жирненький Может пройти Но будет Он сейчас кидает Мне пока Вообще Не кидает Ничего Забегание Лингами Неплохо Зашло Законтрил Там все равно Биана Добыча Есть Биана Добыча Есть 77 128 Я бы мог Верить В успех Таких Лимитов Только При наличии Там Хотя Ультралов А лучше Брудов Которые Брудлингов Беспамили При вот Этом мясе Лингогидробеллингов Плюс Ну то есть Свайперы Да есть Но Микоза Недостаточно Абсолютно Весь Инфестор Заполз В ренч Сканы Другой Ренч Заползет Все Пошел Микоз Раз Принял Сирал Бой Ненадолго 46 116 ГГ Ребята Мьян 2.0 Но еще Будет Третья Карта Которую Сирал Мог Джет Взять А может И не Взять Посмотрим Ну Вообще Игры Хорошие Сирал Видно Что он Предпочитает Макросы Играть Это правильно Это уровень Но Иногда Надо добивать Все таки Оппонент Надо иногда Добивать Здорово Всем ребят В общем Мэп тест Турнир Сирал Против Бьяна Далее Против Сирала Бьяна У нас Матчи Какие будут Солар Хэс Бьян Солар Солар Сирал Будет Очень интересно Так что Не уходите Никуда Ну и Помните Про то Что Просьба Отключать Отблоки Подписывайтесь На премиум Иногда Рекламку Будут Пилить Поддерживать Мой канал А сейчас Смотрю Где хост У нас Варди Пока не хостит В общем Буду Врываться Туда На хост На этот Так Так Карта Для Тяжелая Растянутая База С каких-то Пор Растянутая База Стали Тяжелой Для Азерга Это Для Тирана Вообще Тяжело Как бы Просто Ну Кто Первым Номером Играет Вот В чем Вопрос Вопрос С либераторами супермомент, ну то есть прикинь, то есть Бьян прокликал, ноль брони. Видит либераторов, много сложил и сделал, то есть это принятие решений просто тоже такой момент был, естественно. Так. Что-то чай выходит, ребят, сейчас подойду. Продолжение следует. Продолжение следует. Так, Фёдор, ты вообще, да ты рэперок сегодня получаешь. Получаешь, блин. Получаешь рэперка сегодня, звание конкретного. В момент, когда была битва с либератором, никаких зелёных уже не было, там уже выкинуты. Там было, и МП прошло по пяти вайперам в той битве, вот. А вот потом уже, после этой битвы, была зелёнка, но Сирал не боялся лезть вперёд, блин. А вот там как раз он зелёнку мог попытаться выкинуть. Так, граем карту у нас. Межимьян 2.0 повёл Сиралом. Ну, Сирал мощно смотрится, так я вам скажу. Мне понравилось пока что. ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ готов! Ну что ж, ЦЦХ первая, а твейнщика ребят была бил. Две орбиталки сразу заказаны. факта. Строится сейчас Марик. Погодите. Без рипера. Да, Марик. Реактор факта у нас такой. Билд у Бьяна. Интересно. У Сирала стандартная. 17-я хата. Газпул. Он пока что не видел, я так понимаю. Да, он вообще не видел, что Бьян делает. И он, в общем-то, не отвечает ни 3-й хата. Ничем не отвечает на это всё. Чарлик тут спит, кстати, сзади. Чарлик тут спит. Евгми поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, всем приветушки и хорошего настроения. Спасибо, Евгми. Кстати, почему... А, я отключал музыку, бишь ход когда-то ждал. Надо пораньше было напомнить, действительно, что из музыки как-то печально. Ребята, Натирал, конечно же, в плюсе по лимиту на данный момент, но у Бьяна-то всё в перспективе, у него просто эко сейчас раскачивается. Да, похоже, что эту карту сталкерок вычёркивает. Я не помню, как она называется, но... Блин, она просто отмороженная карта. То есть, её все не хотят. Там просто чизит, всё время чизит, чизит. Блин. Ну, то есть, там очень ранняя раскачка, как бы, и почему бы не зачизить, да, там, то есть, золото на мэне, золото на второй. Спасибо всем за поддержку, ещё раз. И... Видимо, черкают её. Может, увидим, когда в какой-то момент. Ну что, сырала третья, хатка готова. 55-47, парабам. Четвёртую будет. Да, четвёртую уже ставить собираются. 1-1, примерно, одновременно с пьяном. Ну, то есть, оба халявят максимально. Максимальнейшая. Ну, вот, может, этого овера уводить в какой-то момент надо вообще? Вот. Почему? Собака на подоконнике отдыхает всё время. Там, чарлик. Это его место, он уже без подоконника. Тяжело смотрит, кто там ходит. Собаки ходят. Пырычит, павает, бывает. Так, улопопёвший. Опять ты начинаешь? И не мучай. Шакал, как бабки АТС говорились. Так, уходи-ка. Я забанить не хотел. Сейчас разбаню. Я просто нажал на кнопку бана, случайно, ситуальное сообщение. Смотрю варианта там на 20 минут, на это. Я думал, пора ему голосовал-ка, какой сделал. Проголосовать решил. Типа 20. А сам выпилил. Короче, ребят, здесь дропчики на мейнсера выведут. Неужели вот так вот нелепо Бьян возьмёт и убьёт своего оппонента? Просто одним дропом саном каким-то. Нет, убить не убьёт, но напряга много создал. Дропчик на третью заходит. Как он ещё, смотрите, гад. Ныкает, блин, этих юнитов своих. Так что попробуй их выбей отсюда. Собаками вообще не выбить. Но всё-таки дропчику аннигилировал здесь. Стирал. Уничтожил. Надо дронов новых строить. Четвёртую раскачивать. Строить. Ну, 2-2 заказал. Покатухи делаются. Гидре скоро сделается. Экономика имеет место быть. Неплохая всё ещё. Так, Бьян. Что-бьян опять в агрессию двигается. Ну, Стирал, в принципе, у него всё есть. Надо уж подбиваться. Главное, чтобы побыстрее вот это доделалось, Грэдик. Чтоб уже Бьян кайтл не так жёстко, как он сейчас это делает. Три тумеры вперёд идут. Так, здесь хилбата. Один-единственный. Стирал сразу же его выпиливает. Лингами накинулся. Но остальных-то юнитов так просто не выпилить. Так, он пытается Бьян везде тут крип почистить. Стиралчик забегание хочет на третью сделать. Бейлингов достаточно. Учёт, мне кажется, собак. Хотя они и есть собаки. 150-155 пользу Бьяна. 2-2 грейды делаются. Здесь дроб. 8 мариков. Дробь нам и на королеву медивак постараться зафокусить сейчас. Как можно быстрее. Обходит Сирал сверху. Ну зачем? Врезался бы пункер. Ты уже Сиральчик. Ёма, куда стыкачешься-то? Бейлинг раз. Бейлинг. Ну, 5 ксм. Эксбрил хоть что-то. Я бы сказал. Медивак надо выпилить. Трансьюзы на королеву надо впилить. Пилится. Додавитый медивак всё добивает. Брог уничтожает Сирал. Нормально. 7 дронов. Правда, Бьяна умудрился там ещё прокликать как-то мариками через шиф в этом эпизоде. Но это Бьяна. Контроль у него всегда на высоте. Был и будет оставаться. Я думаю, практически смотрите. Грейды секунда в секунду доделываются. Что у одного, что у второго. Просто там 2 секунды разницы. 2-2. Здесь по грейдам паритет сейчас. Но нужно помнить, что у этих-то, ребят, 0 атаки. А у Бьева всего 2 атаки. И 2 брони. И в этот раз я вижу, что у... Я вижу, что у Бьяна... Хороший стэк. Почти 200 лимита. У Сирала нету ещё ультры и не планируется пока что. Так, стимится Бьян. Крипа нет здесь даже. Смотрите, здесь тяжело принять бой Сирала. Раскайте ты, чертяга. Бьян здесь всё наоблоко. Что здесь происходит? Что и происходит. Выпиливают просто Бейнов. На Крипе-то ладно. Они быстрее катятся, там мариками тяжелее разбежаться. А вне Крипа на самом деле очень опасно. Кстати, смотрите, здесь группа такая, Бьяна заходила. Сирала здесь с двух сторон пытается зайти. На Бьяна юнитов. В итоге Крипа как-то это не получается. Отступает назад. Не рискует ломиться без Крипа. Далее. То есть у Бьяна три группы вообще оперативных. Трёх направлений он сейчас шатает. Так, Бейлингу здесь ворвалась. Гидра неплохо ворвалась. Здесь линды гидралиски отгоняют. Овервис. Так, 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 так. Бьян заходит опять к шести часам. Пытается здесь принять бой. Бейлинги в мародёров. Вкатываются часть мариков. Сплитка еще у Бьяна есть. Но Сирал здесь нормально бой принял. И сбривает. Нет места для всех. Здесь окружишь ты их уже, Сирал. Ну, куда же через Аклик ты бежишь? Ну, где окружение-то вообще? Так, забегание на сцену. Здесь хата без добычи вообще. Поэтому, ладно, потерял Сирал его. А дальше-то что? Дальше ничего. Восстановят в перспективе, конечно. Идет Бьянчика ловить с разных сторон. Минки неплохо делают. Юниты распозненно идут сюда. Криво очень Сирал в итоге. Принимает бой. Здесь в это время дробщик от Бьяна двойной. Надо медиваки бы позбивать. Сирал не медиваки сбивает, а дерется с сегмариками-мародерами. Но в итоге выпилил и там, и там. И здесь, кстати говоря, все слезло. Срок по лимиту как-то проседает Сирал сейчас. Но у него зато ультралиски 3-3. Сейчас попрут. И нужно заказать просто ультралу. Бьян он просто, понимаете? Нет стационарной обороны. А какая она здесь стационарная вообще должна быть? Что на каждом направлении пушки ставить? Это тяжело это сделать. И Бьян находит уязвимые места стабильно. Просто стабильно. У Сирала находит уязвимые места. Так. Инфесторы поползли по карте. Здесь Сирал палит, что Бьян выход делает. Надо развернись ты их назад. Тут такая куча без медиваков вообще. Куда они уползли-то все? Меня сейчас бомбанет, ребят. Ну что за хрень-то? Смотрите, какая куча сидит. Просто стоит. Иди-что, убей ты ее скорее. Блин, пожалуйста. Я тебя прошу, Сирал. Сработай ты с этой кучей. Что-нибудь сделай ты что-нибудь. Микос давай. Пошел Микос. Ультрал заходит. Бейлингер. Минка по своим хлаупает. Вообще жесть. Ну вот это хорошо было. Здесь Сиралу в плюс момент зашел. Что-то я за Сиралу разболелся сильно, скажете вы. Ну да, я переживаю за некорейский старкрафт, потому что все-таки Сирал наравне играет с Бьяном. И чуть-чуть ему состояние не хватает. Надо как-то с этим бороться. Момент. Дроп на мейн забудить. Собаки есть. Все нормально. 107 и 4, 169. Кажется, сейчас Сиралу решил точку на ультре поставить, да? Против Бьяна. Микос попер. Опять отличнейший просто Микос. Су-70 на 150 лимита. И еще инфестор есть. Вот, смотрите, кстати, как инфесторов применять Сирал демонстрирует нам. Закопал в разных точках. Видишь, выход идет, встречаешь. Логично, да. Но тут нужно исполнение. Нужно очень четко контролить тех инфесторов этих, как вы понимаете. То есть не давать там ничего сделать. На оппоненту. Та, здесь собаки погорели. Сирал видит четвертую Бьяна и идет вперед вообще. Так, инфесторов вопрос, кто покуснуть не, дружок, кто нагрел. Что ли так их покусить? Не дает Сирал нормально спокусить. Отступает назад. И вот опять началось бегание. То есть, ну зачем давать сейчас Бьяну либераторов нахерачить просто здесь? Greater Spire пошел. Ну, Сирал считает, что это вот, это надежно. Ну, пусть так считает. Давайте посмотрим, к чему это приведет. Рейндж либератором. Либераторов строится 7 есть, 2 строится 9. То есть, по 4 либератора продакшена вообще здесь у Бьяна. Вот хату, точнее, цеху центральную Сирал Бьяну вынес. Но хоть так агрессивней еще. Вот, пошли карапторы. Но в этот раз у Бьяна нет двух атак уже на воздух и третий в продакшене. И даже одной атаки нет. У него только броня, как бы. То есть, либераторы уже так на халяву карапторов не смогут выпилить, как в прошлой игре получается. Ну, не факт, что они и будут выпилить. Так, везде прилетают. Здесь напряг, снизу напряг. На второй базе напряг. Карапторы готовы. Куда они, блядь, полетят? 4 медивака дроп на мейн сейчас зайдет. Очень неплохо. Если пройдет, будет очень больно на мейне. Сирал, у него ультралис кеверн. Здесь у него хайф там на мейне присутствует. Все, залетает дроп. Где юниты все, Сирала? Хрен, а где вот собаки ближайшие бегут? Ну, пока, е-моё, пока остальные прибегут, здесь минус все будет. Какая боль. Хорошо, Крейтер Спайра будет. Нет. Карапторы налетают! Карапторов, Бьян, в секунду перехопутил всех! Что ты делаешь? Не осталось. Вообще, один, по-моему, остался. Все, брудов тоже, значит, не будет пока. Ну, вот, пожалуйста, один дроп и гаганчик, фактически. Ну, еще не гаганчик пока, но печальная ситуация. Так, разложено здесь либератора. Бедрой надо либератор разбирать. Ну, а как же инфестры эти Сираловские подземные хитрые работают? На ура просто. 160, Сирал Плюси по лимиту. Ну, как Бьян дропнулся сейчас жестко вообще. Догоняем здесь на три пилинги. За ноги кусают мариков, они вынуждены противнице. Ну, тут все. Ультралиск ставит точку в их существовании. 164, 144. Опять Сирал Плюси, причем боевого на 30-ку больше. По рабочим сильно просел. Где кто? Рабочих тут шатает опять. Где это происходит? На второй базе либератор, е-моё. 22 юнита убито, 23 у него уже. Это перебор. Еще один минус. Личинок шатает. Ну, это с личинками. 25, короче, ребят. 25. И опять Сирал, посмотрите. Сделал одну ранжовую, все, и грейды перестал делать. Почему, блин? Делай грейдики-то. Еще 6 карапторов делается. 11 еда. Закажи ты брудов. И здесь либератор был. Везде рабочие, короче, падают. Достало уже. Ну, у Сирара распличенных бас несколько. То есть у него инкам сохраняется относительно неплохой. На 48 дронах даже. Сейчас еще подстроят. Он рабочих немножечко. Когда в агрессию пойдет, так я опять же не понимаю. Бегает по своей половине карты туда-сюда. Месторождение минералов. Сейчас, ребят, погодите. Поехали. 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 Пурач, не для меня. Жесть. Поехали. Свет включить, а то не люблю. Артемень, если честно. Не люблю. Так, ну что же. Здесь у нас опять дроп явившись на амэне отменщики. Неужели хайп выпилят одними мариками? Ну, 3-3 марики они чего угодно тут выпилят. У Зерга-то брони нет на здании. У него трансфюза только есть. Именно в плане оборонительного процесса есть грейды на поля. Три грейда, например, у тирана есть. Грейд на уникальную зданческую броню, например. Ну, плюс 2. А у Зерга трансфюза есть. 179-195, но лимита меньше здесь. Бьяна это видно, да? Как бы сейчас. Тирал пытается с караптерами залететь. Действительно, не так уж много либераторов. Ай, ультрал полез, получил демеджер. Но сидеть нельзя. А, здесь оборона от дропа идет. Нельзя сидеть, надо бой принимать. Караптеров дофига. Ультра по земле, караптеры по воздуху. Пусть его... Ой, какой микоз заходит жесткий. Либераторы, конечно, атакуют. Но у них нет даже одного грейда на атаку. Сирал вроде как выпиливает бьяну. Здесь все. Ультралиски гонят био по земле. Оно все краснющее, демедженное мясо. Центральную ЦС. Будет Сирал заходить сюда? 5 ультралов заказано сейчас. Не лезет, боится. Чего боится, не понимаю. 4 либератора. Иди выпиливай. Гидра есть, ультралы сзади есть. Ультралы, правда, падают быстро на либераторных. Но все, надо помочь. Зеленкой, может быть. Да, зеленкой планетарка помогает. Сбревайтесь. Здесь Сирал сейчас разогреется, как Араптор. И ХП будет уходить со скоростью просто невероятный. Так, оно и произошло. 177-106. И все-таки берет карту Сирал, похоже, последнюю. Ну, блин, было близко. Так что сегодня что-то Эмерти... Не зашло до конца. Эгэ, ребят, Биан пишет. Победа Сирала. В последней карте. Суммарно 2-1 счет. Польку Биана. Ну, Сирала 4-2 сейчас. 3-0. Он Хэза выпилил. А Биан с Хэзом 2-1 сыграл. Субьяна... 4-2 тоже, кстати говоря. Ну, что же у нас дальше-то я там забыл. Ну, Биан Сирал Солар Хэз у нас. Потом Биан Солар корейская дуэль. И ЗВЗ Сирал против Солара в конце в самом. Так, за поддержку всем еще раз спасибо. Помните про отблоки. Рекламу буду пилить паузах иногда. Ну, и про все остальное тоже помните. Всем спасибо. Такие дела. Варди уже захостил. Что он захостил? Биан на хосте. А с кем Биан будет? Биан на хосте. Продолжение следует... 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 И оборона там никакой нет, нифига. Мастер гид и масараху. Что еще может здесь быть от хэза? 41 пробка на 32 дрона. Непонятно. Лично для меня я не понимаю, что Солдер делает сейчас. По-моему, нужно было просто дропаться на хэга. Теперь уже ядров смысла нет. Все, третий Нексус, троги ты сейчас заработает. Да Солдер даже парабам-то до сих пор не нагнал. То есть он отставал, а я сильно отставал. Так, три дрона здесь 16. Да, пусть останутся 16. Надо раскачать 10 быстрее. То есть надо идеальную добычу создать, учитывая, что по рабочим остаешь еще. Коготь когтем, ну может быть ранжовую дальше заказать, не знаю. Пока ничего не происходит. Ни ранжовый, никакой Солдер не заказывает. Опа, а вот это уже... И что это будет? Ну как я уже много раз говорил, даже вот с трех баз, вот на лейте когда, на лейте еще ладно, допустим. И то даже, вот например, есть там у Зерга много баз. Есть там 2000 на 2000. Заказывает он сразу 20 муталисков. Да, он какой-то урон нанесет, пока просто как бы со старгитов среагирует, там построят фениксов. Но если у него три старгита есть, он так и так просто по три феникса начнет строить, он убьет этих муталисков быстро. И им надо, ну, очень много убить, чтобы накупиться. А в такой ситуации, например, вообще смысла не вижу перехода такого. Так, королева отступает. Идет вперед Хэс. Блин, Солдер не затрансфюзил. Две скорки здесь есть. Трансфюзики где же они? Нет, трансфюзика. Без каракула сбил Хэс. Пять рабочих всего потерял. Солвар Хэсу, точнее. Ну и королев много погибло. Но я не вижу Гидродена, ни хрена не вижу. В караптерах я смысла особого не вижу здесь. В муте тем более. Неужели Солвар так проиграет? Хэс так забреет его вообще. По четыре уже Оракула строится. Да, караптеры поперли. Но у них скорость не быстрее. Оракула, он петоч, по-моему, летает. Пять и шесть даже. Караптер, он петоч летает, но меньше. 4,72, да? То есть почти на единицу меньше. Ну никак не нагонит он фениксов этими оракулах. Ну куда-то полетел-то Солвар. Куда-то полетел. Все, четыре грелки у Хэза. Ну то есть Солвар, Агрид, Хэза выйти в Армаду просто сейчас. В Армаду, Оракула, грелки. Что с ними делать? Хрен знает. Не знаю даже, что делать с ними. То есть караптерам нужно какое-то прикрытие. То ли зелеонка вайперы, то ли эти, как их, гидру, то ли еще что-то, я не знаю. Кстати, мунта могла бы зайти. Вот сейчас, ну если ресурсы были бы, там резко штук 20 муталисков, фениксов-то нет. Ну тоже, Пробс бы сныкался бы за стационарную оборону и фениксов бы добавил. Короче, хз даже. Я не понял, здесь такой стек караптеров был? Солвар на муви их, что ли, повел? Они просто, хоть как, если бы даже их не контролил, должны были бы с залпа минуснуть, как бы, Оракула. Грелок уже 6 штук, сейчас 2 еще будет 8. Флитбекон, то есть, вторая атака на воздух будет, возможно, Мазершейк, что-то еще. Солвар 5 бы хату заказывать уже. Нет, ну против Мазаракулов можно даже и не по 3 спорки, а по 5 ставить, емаю, против такого количества. Просто по споркам у них хоть бонуса нет, и они долго достаточно стоят. Продолжение следует... Так, ну собак гоняет хз, скажешь. Солвар все караптеров строит инфесторы. Ну, инфесторы, неврал, может быть, я не знаю. А, 7 уже есть, неврал есть, неврал нет. Зато будет Мазмикос. Ну тут карреры пошли. 3 заказа на 1 старгейт, ну, сейчас не работает, что ли. Да, вот, 4 и 5 еще старгейт добавляет хз. 4 некоса, 5, кстати, некоса за некоса. Караптеры прилетели. Пойми кос на ораклов. Еще давай! Минус все нахрен на оракулу вообще, посмотрите, как караптеры просто застебываются. Ну и что зелень в итоге? Что зелень-то? Караптер это что в итоге? Куда они плетят? 23 караптера, еще один оракулу. Минус Мазершипкор, минус! Где грелки? Вон они вдали. А ведь без разогрева грелки с караптерами, им тяжело биться очень. А с разогревом они просто караптеры улетят от них. Табач пробегает, грелка минус раз. Разогрев пошел. Оп, Микос нагрелок раз. Микос нагрелок номер два. Микос нагрелок номер три. Сейчас разогрев кончится и все, бой можно принимать, пробовать. Что и делать, Солар собрался, да? А ведь еще и демедж от Микоса получает, между прочим, грелочки-то. Через шифт Солар прокликивает. Ну уровень разной игры просто. Как же Солар развел его по-царски, это вообще жесть. С такой задницей. 1-0. Ну разный уровень игры. Бьяным картуха взял, понимаете? Какой тут прикол. Что и говорить, молодец. Ну вот. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok вперед. Реагировал ТХС быстро, а что толку? Чем он отбивать сталингов этих собрался? Особо и нечем. Еще Солвар разводит. Смотрите, собак тут. Собаками бегает. 6 пробок минус уже, ребят. Это победа Солвара, очевидно. Абсолютно здесь и... ...бегинч. 2-0 Солвар. Третью карту ждем. Ну что, у Солара есть шанс выйти с первого места, то есть он начинает против Хэза. Сирал с Бьяном по 4-2 по картам имеет. Сирал победил Хэза 3-0. С Бьяном 1-2 по Ире играл. И Бьяном выиграл 2-1 Хэза. То есть у Бьяна 2 победы, но по 2-1 получается. У Солара победа поражения, но 3-0 и 1-2 получается. Ну Бьян, конечно же, с двумя победами в матче выше стоит. То есть если... Если, простите, Сирал не выиграет Солара, то он точно никак не выйдет. Ну либо если, например, Бьян всех сбреет, а там как-то у них ничьи какие-то будут снизу. Или по 1-2 у всех. Не 2-1, а по 1-2 будут у всех. Вот. Будет либо переигровка, либо по картам кто-то выйдет вообще. Спасибо. 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 Солара. Спасибо. Газ. А здесь что? Здесь гей, здесь не будут фаржи. Здесь все-таки пилон гей, газник с кибернеткой у нас. Да. Решил. Решил у нас с Хэс, что все-таки хорош такие вещи делать. Ну, фейкует, чертяга, фейкует. Солар не выводит много слишком дронов, он выводит пару. И грамотно перекрывает все направления, где могли бы здания заказываться. Ну, все. Солар понял, что здесь не будет фотонов. Уже он видит стенку, здесь нет как бы фаржи. Хэс зачем пилон достроил? Ну, он рабочих заставлял кататься. Ну, в итоге пилон будет сбрить вообще. Пилончик подрезается. Не стандартное такое начало. Я здесь. Халявно линги сейчас забегают просто, смотрите. Солар. Опять же, Хэзу на мейн. Стенка не была закрыта. Халявно линги сейчас забегают просто, смотрите. Дома Старгейт и опять какие-то Фениксы первые без Оракулы. Странно, не знаю. Сейчас вообще никто так не играет. Солар. Помните вы все как в первом Старкрафте линга Микира, по-моему, снова увидел? Унизил сегодня, мы две карты смотрели. Во втором не так легко все-таки. Вот собак даже со скоростью проще. И сталкер раньше как бы он нормально собак дамажит. И быстро очень бегает. Пробками проще подбиваться. Там же, блин, просто забежали эти 3-4 собаки со скоростью. Когда ты в Нексус выходишь. Там стандартно билд Нексус уходить вообще. Так, пилончик. Третий Нексус. Пытается отменить. Но такой надо отбивать Нексус. Вот Зилов пошел. Нет, здесь отобьет вообще. Треть зернице СЛС. Спасибо, что смотришь. Насчет Хэза скажу, что на самом деле уровень его очень усилился за последнее время. И да, он чизит вообще в мясо как бы. И это такой момент. Естественно, кому-то это кто-то считает, что это не скилл. Но какая разница, он выигрывает самых топовых игроков. И, на самом деле, надо отдать должное Хэза этим трудом. Да, в СНГ мало на таком уровне играет, как Хэза. Играют, конечно. Конечно. Блай, ну, сильнее Хэза, считаю. Игра у него выше даже, я сказал. Но он всё равно может удивить и изобрить. Потому что это жених. Сильнее Влая намного на данный момент. Ну, сколько раз он у него выигрывал. Так. Много достаточно. Открывает Хэз гейты. Ребята, это зилки будут, ребята. С 8 гейтов, с нераскачанным третьим нектусом. А что же? В апилонах тут столько. И так 40 лимитов плюсит. Ещё 2. Не, ну, хотя здесь такой хуже, что лимит плюсит нужен, конечно. Но... Так. 7 зилков. Бэйлингбаст идёт со стороны Соллара. Да, смотрите-ка, полетела призма вперёд. Соллар бэйлингбастит собрался. Надо в контратаку идти. Я считаю верным решение пройти мимо всего вот этого дела. Оракулы прилетают. Оракулы можно бэйлингов повыпиливать, а самому пойти к Соллару туда, например. У него ведь нет роучей тех же. Так, зилки с одной стороны, зилки с другой стороны. Бэйнов здесь нет дома у Соллара. Часть Бэйна подступает назад. Оракулы без энергии прилетели. Вот сейчас куда они прилетели. Бэйнов хэст, кстати, грамотно в танковалке сейчас. Надо было не тратить всю энергию. Надо было как можно быстрее дэмэдж вырубать, на самом деле. Соллару он что-то ждал там. Так, королев добревает хэстов Соллару. Доварх на мэйнджет. Лимит неплохой. Призму терять ни в коем случае нельзя. На бэйлингов всех зилков составлять ни в коем случае нельзя. Нужно сплэш выманивать стараться. Так, дрону сгрызается тут хэстов. Ну как-то из-за бэйлингов он по частям в общем зилков подводит. Ну а что делать? Вместе подведешь, всех взорвут нафиг. Еще один оракул прилетел. Три их уже штучки. Да кстати у всех энергии есть на... Нужно врубить дэмэдж... Врубить атаку. Ну как-то забуксовал прессинг все равно. Разводка на мэйн. Ну если оракул в дэмэдж врубаешь, нужно юнитов наземных как-то держать. Хорошо, кстати, повыпиливал этими оракулами бэйлингов. Даже не заметил, как Солар уже муталисков построил. И Хэс вынужден ГГ написать. У него просто ничего нет против муталисков. 3-0 Солар. Солар Бьян сейчас. Наверное центральный матч. Наверное за первое место скорее всего. Ждем мы его. Ну и Солар Сера у нас закуточку. В конце будет завозенчик. Так, а после я прервусь. Если успею ребенка, может заберу из сада. Похоже не успею. Я уже до 6 часов закруглиться. Просто молнии. Оргийное. Так. Так. Ну. Вон. У это. Р Extra. Похожай. Похожай. Резак. Похожай. 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 Так, ну, может быть, я не знаю. Можно и соло растирало было пустить вначале, но думаю, что так будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, черкают вроде там что-то. По чуть-чуть собираются, в крайней мере. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Говорит, варди черкают, короче, соло с пьяным карты. Ну и сейчас дочеркают и... Начнется движение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хорош, страч разводить уже не по делу. Что-то прям долго они черкают, не знаю, что там подчеркать-то. Эти карты такие, может, ну что, время приходится тратить. Ну, а наконец-таки все, пост готов, прыгаю. Продолжение следует. 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 Телеграм, нет, у меня нет телеграм-канала, у меня нет твиттеров, у меня нет инстаграма, нет телеграма, фейсбука, залупы, всякой разной нету у меня. Ну может что-то, не может это все даже полезно на самом деле было бы для стрима иметь все, как бы все каналы. Вот, но за ними надо следить, тратить на это время, как бы, нужно что-то там обновлять, как бы, поэтому, ну, короче, нафиг. Так, ты можешь подписаться на гудгейме, и тебе намыло будет уведомление проходить вообще. А, ну хотя на мобильном, да, тогда это выберет. Я про мобильное вообще удобство тут не учитываю. Лэ, ого, смотрите-ка, что тут Совар-то творит. Недусевич к Бьянчику заходит сейчас. Стим не будет готов, но кажется, Бьян здесь чего-то ждал уже такого, подобного. Потому что, посмотрите, здесь танк готов, он уже сейчас будет. В это время автотурелью Бьян выпиливает там рабочих несколько. Два хеллбата на мэн еще могут залететь в перспективе. Сейчас вот как Бьян увидит, что Недус пойдет, ему надо... Так, где танк вообще? Недус на мэн пошел, Бьян складывай танк, веди его наверх. Складывай танк, Бьян ведет наверх, с лоу-граунда, точнее, засиджится. Ну, я думаю, что Совар не успеет отстранцузить Недус. Минус Недус, и все. А у Бьяна стим, а у Бьяна танчики еще строятся. Атака на технику, Бьян понимает, что можно Совару наклепать по роу, чем нормально танчиками. Ну, что значит не дать Недус запередить Совар? Все, Совар понимает, что больше ему уже и шансов нет. Первый раз не дали, второй тоже, скорее всего, не получится. Хотя, со скоростью Оверов может буквально-то сюда авто улететь. Ну, КЗ. Тоже Бьян могу успеть пододвинуть его. Ну, я понял тебя. Ну, я подумаю про телеграм, как бы, просто... Я не знаю, куда его... Не знаю, куда его интегрировать-то, просто, чтобы... Каждый раз на стриме писать стану, что вот у меня есть телеграм-компания. Но, возможно, я так сниму. Ладно, подумаем, не все в любом случае. Сейчас я регетса не буду прямо его делать. Вот сейчас, вот прямо вот сейчас. Так, 8 дронов выпилен. А, кстати, с компа можно же его сделать? Не только же со смартфонов. У меня нет смартфона просто. Так, 1 на 1 у Солар оранжовый. Не, ну, по рабочим он даже в пусть и небольшом. Ну, три базы в три базы, как бы, Солара с Бьяном. Это не очень такой расклад. Вот, карман, ну, Солар пока не взял вот этот с одним газом. А мог бы уже заморочиться. Но он берет внешнюю. Ну, сейчас столько ресурсов, он мог бы две сразу взять, на самом деле. Бьянчик начинает дропаться. А, 2-2, вроде, заказано на био. Сейчас можно еще танком вторую атаку сделать. И так они будут бабах делать больно, что прям вообще даже... И не описать этот процесс. Ну, они и так уже с атакой с одной. Кстати, сюда можно дропнуться, интересно. Деловеры тут висят, что дропнуться сюда нельзя прям, что ли? Выглядит, как будто можно сюда дропнуться. Моряки на щитах уже. Полетели фаерболы. Ай, Бьян, через королевку, что ты делаешь, Бьян? Что ты делаешь? Больно мне смотреть, минус 20 лимитов, фактически. Просто просрал весь дроп. Так, выдвигается Ферост. Вторую атаку на танки Бьян так и не заказал, но... 1-1 Соллера будет против 2-2 Био Бьяна. Буквально в течение нескольких секунд это произойдет. Вот уже отсчет пошел. До второй атаки брони еще пока нет, конечно. Совер фаерболь. Это очень неплохо у него получается. Здесь собаки на мариков накидываются. Тут, естественно, преграда вот этих фиолетового хреновина, чтобы собачки здесь не зашли. И она агрит их. И смотрите, они криво сюда заходят. Он выгодно с ними разменивается с лингами. 168, 179 надо бы отдалить, а то я сам никогда не понимаю. Карта очень темная. Я вот не знаю, как с этим бороться. Не хочется гамму выкручить просто жестко. Вот такие карты гамму менять надо, блян. К другому он реально не видит ничего. Так, наверх какой-то марик. Здесь-то куда они побежали, я не пойму. Ну, хату Бьян наглее что-то прям. Куда он, куда-то побежал. Тут прессинг идет, а он как-то полетел. Танки едут куда-то на мой вообще. Сливаются для меня непонятно абсолютно. Дал возможный Солар Бьяну подойти к лоу-граунду около второй базы. У Солара Микоза реводжеры в пачке очень большие. Тоже у Солара. Сверху Бьян все-таки четвертый выберил. Но Солар эскейп нажал, отменил. Танчики неплохо здесь бомбят. Очень неплохо. Но что-то Био маловато. Бьяны танки одновременно передвигают. И Био-то мало стало. И Солар поломился вперед. Но какой же сплэш заходит. Просто жесть. Какой заходит. Сплэш лимита у Солара меньше. Бьяна прирост подходит сюда. Это 1-0 Бьян. Похоже, что Солара здесь не победит. Потому что 110 на 130 полевит. ГРГ, да, пишет Солар. Куда Гидра пропал топовый Зерк? Я бы не сказал, что прям вообще топовый Зерк. Но хороший Зерк он был. Но он в армии ушел. Насколько я помню. Без тебя с полком. Но я топовым на меня не повернется. Язык назвать прям вообще топовым вот его. Без тебя. М Using Аля. Без тебя. Ну что же, вторая карта, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что же, а, женился Гидра, точно! Я помню, что Гидра женился, но, может, он потом и в армию ушёл, я как за ребят... Октан, октан, погодите, что за октан, карта, кстати, интересно, смотрите, как база прям... Центр такой, вообще без базы, а здесь они все по краешкам находятся... Я помню эту карту, она такая интересная... ММА в армии точно вернётся попозже... Может, и Старкрафт вернётся в роли кого-нибудь там... Или в Киберспорт, не знаю... Субтитры сделал DimaTorzok 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 игра это ребят бьян играет рипера в реактор газ-барак рипер реактор cc х факта газ-барак да все так и было как я говорю и starport пошел достаточно стандартный билд но во что именно далее будет понятно здесь банша наверное будет на лабина это сделано хэлбат пуш судя по всему не будет иначе уже елика встроил бы бьян бы иначе проседать бюстолар решил что ему опять же нужно все знать как и предыдущий картридж поэтому скорость овером делается бьяна минка да минка медивак потом starport перелетает и заказана банша в нем будет две даже минки может быть будет здесь привет марк майк парламент нет ну обычно я видну то есть на гудгейме вижу или на других сайтах вот у нас вообще так что можете заходить на гудгейма главную следить там и за вообще все практически переводит на русский очень много крупных там новостей попадается но на самом деле что могу сказать опа минус овер хорош генщик минка залп мариками добивает первые потери у соло что могу сказать что если там как бы он вернуться была бы новость наверняка или на другом месте заметили в чате русского поэтому нет еще в раду крыган год назад ушел мне кажется на них два года хотя врать не вырубить 4 куполу и связь примерно год назад так и все-таки армари погнала еще все после банши все-таки армари погнала и гельки строится и все дела то есть их элбат пуш будет может быть даже в мех бьян перейдет минка что-то там на третий копается смысл ее так откровенно копать если бы хата еще только устроилась чтобы виджена не было тогда да а хата то уже готова давным-давно и видел соло где минка но одного дро он забирает бьян но надо забрать минку смысл ее здесь оставлять она иначе будет уничтожено ближайшее время самое ближайшее собачьи подрезал соло соло рубьян и диссовер интересный дронщика подрезал 1 7169 по лимиту сука гелик какой-то у юбьяна есть 4 здесь плюс банша плюс минка с маленькими все то есть живо еще одна банша полетит и соло что делает правильно соло делает опять нидус и опять роучер не заборзел инвиз банша заходит мимо спорки не дает покусить баншу не дает покусить нормальный медивак надо бьяну понять что здесь происходит иначе игру его соло снизу это может изобреть вообще банша зашла в ренч виджена спорки здесь конечно соло отобьется если бьян сейчас пойти бьяну сейчас и не отступить так и был по логике вещей почему да потому что если он отступит просто стол аренду спилит сейчас и бьян но он не успеет прийти чтоб не нас выпилить опять бьяну третью приходит начинает третью выпиливать нидус пошел прямо на мы еще раз банша прилетает здесь роучи чисто роучи исключительно танка нету бьян у него боевого-то лимита здесь нет похоже на 1-1 сильно я не знаю так банша падает марик колбат против роучи держит пока ну здесь такая пачуга выходит был бы танка один он здесь его засиджил бы где-нибудь псм вывел бы пока танк бы здесь выдавал постоянно дамаг бы мне кажется был бы шанс какой-нибудь я понял бьян кстати напрягает по-царски здесь я вам скажу баншой плюс мариками а чё если нибудь натуре выпиливать соло лимита тоже нечем убиваться либератор есть ксм вывозится либератора фокуса нет дэмэджа внесет конечно ноут солар начинает его фокусить две королевы сфокусил либератор танчик надо увести ниже но его нечем прикрыть уже гг пишет мьян 1-1 ну что же в 3 решится судьба победа в этом матче карте никто не поведет 2 0 1 1 2 раз подряд минус от соло вот разошел в агрессивный чертяга соло со своими нидусами а бьян два раза халбат пуши разные немножечко правда два раза вот что вот и Продолжение следует... 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 Ну, можно либо сделать, например, армори и продолжать еликов строить, либо сделать, как Вьян сейчас делает, например, выход в био и в грейды. Солар 1-1 заказал, Вьяна пока не заказана. Нужно заказывать 300-300 ресурсов, а то дофига. А, тут урелька на мэне, сейчас Ревен будет задалбывать на мэне постоянно. 1-1 Вьян заказал, молодец, третья цеха в орбиталку надо превращать. 4 гелика, ну, они, ну, никак они заехать не могут пока, тут надо как-то разводить получается, их только разведёшь. Так, Солнечку подрезал, Вьян крепкий мэр, не подрезал, может, участвует геликами, ломануть вперёд надо было. Солар вообще собаками тут рядом бегает, Вьян что-то не контролит нифига. Гелика, они сами по себе нашли, просто не слабо, на самом деле. 2 дро на минус, 3 на мэне, Ревен, я же говорю, сейчас будет он здесь эти автопурели кидать постоянно вообще. Здесь марики заблудились на королевах, отдался 1 или 2, но вернулся, мне всё нормально вообще. Да нет, я не прав, на самом деле уровень у Вьяна и сейчас великолепный, но подтянулись другие игроки. Ну и кто-то стартовал с самого начала сезона, вот, например, топ-1 корейских поинтов, это статс. А сейчас он уже как бы, ну хотя что он сейчас тоже, да, то есть он может не самую топовую по игре выглядеть, но он полуфиналист, например, GSL-а был, проиграл SOS-у, к сожалению. И он финалист Star League, то есть. И в предыдущих сезонах тоже он очень круто отыгрывал, что ли, так ли. Покупил Вьян пару бэйнов. Рэйвену никуда не кинуть, туда в турель Овер висит, палит вообще. Треть ССФ у Вьяна уже добывается. Интересно, закрыта стенка четырьмя депухами или ещё одну здесь? Надо ещё одну, надо Вьян это видеть, заказывать сразу же. Так, а что щиты-то будет Вьян делать? Гидролинга-бэйлинги у Солора стиль. Щиты пока Вьян не заказывает, почему-то. 2-2 Вьян не заказывает, что-то сейчас щиты закалывает. Ресурсов-то дохрена заказывает и 2-2-то. Ё-моё, отстанешь же сейчас от Солорочка. Да ёп. Вообще ничего не делает. Солор 2-2 заказал. Газа дохренища просто. На центре там выбивают камни за Тубьян. Вот армори. Во, пошли. Броня и 2-2. Всё, молодец. Отставание от Зерга 20 секунд, но это не страшное отставание на самом деле. Так, забегаю от Собачкин. Бьян стимился маленьким. За мародеров спрятался. Ну, очень удачно собаки-то зашли здесь. Время на центре движуха контроль. Ну и где здесь тот, кто прикроет рабочих этих, чёртов? Бьян самим. Никто, кроме нас, как его говорят, рабочие. Сам не сделаешь, никто не сделает. 6. Потерял КСМ-бьян. Не страшно. На центре продолжает шатать. Здесь Солор что-то с двух сторон пытается. Забежать, Гидравт и лук! Ё-моё, какой взрыв. Куда ты лезешь, Бьян? Куда ты лезешь? На мэне автотурили. Вообще ничего не зашли, не сделали здесь. Потерял, не девать. Потерял боевого. 150, 160, 314 в пользу Солора по лимиту здесь. Да, что-то Бьян здесь... Похоже, что Солор уже вдобивали. Типа шёл. Или ещё нет. А ведь может Солор так сделать. По лимиту слишком у него. Уж всё круто прям. У Бьяна ни хрена там нет дома. Ну, Бьян шатает с двух направлений вообще. Без щитов. Какой-то полез туда Бьян вообще жесть. Зачем туда лез? Ай, Бейлинги взрываются. Успел Бьян загрузить. Основную часть марика. Это время на мэйн. Опять дробщик заходит. Бьян стимится. Собаки, конечно, ворвались. Но марики тут нормально разменивают. Кстати говоря, Бьяновский Солор пытается в атаку сам Бьяну идти. Ну, тут 152 на 167. Уже, на самом деле, однозначного такого Солора перевеса по лимиту нет. Сказал Ян. И уже 180 на 140 стало по лимиту. Ой, у Солора. Бьян держится. Но тут, блин, проблема с лечениями деваков крайне мало. Копает Бьян минки сюда. Солора запускает на ХГ. Но занимает такую позицию, чтобы проще было за зданиями бой принять. Бейлинги заходят. ХГ, короче, минус Бьян. Где контроль Бьяновский был сейчас? Я без понятия. Солор победитель. Бьян так и может не выйти. Солор стирал, ребята, за выход из группы. Сейчас будет, получается. Поверил Бьяна. Борода в итоге. Наверное, не, наверное, Солор фаворит, конечно, с Сиралом. Но Сирал хорошо его заиграет. Если Сирал победит, то он может выйти из группы вполне. Ну что ж, ждем. Пумы. 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 Музыка. Продолжение следует... 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 Ну... Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, неожиданно это не мама, это Саня пришел. Ему надо было 30 рублей, потому что ему крантончикс. Крантончикс. Вот. Перебрал где-то вчера. Бывает. Давно не было сборов на боклах у Саня. Кстати, подвижался. А ведь он заходит все еще. Ладно, шутки шутками, ребят. Третья карта. Серава 1-1 с Солором. Солор... Опа-на. А что Солор-то у него тут? Это муфлинги или болинг-бас? Не помню, это походу. Нет, все-таки болинг-бас, походу. Так, первое место от 200к. Читай описание на Бисконе и тогда не будешь давать ложную информацию. Плюс 200 тысяч общего призового фонда. То есть не 500, а 700 он будет. Собрано было как раз благодаря вот этим скинам продажам. Так-с. 10 лингов у Солора, бежит он вперед. Ну, Сирал две плетки делает и тоже собачек добавляет. Вот у нас дроны спускаются сюда. Плюс 4 линга. Если плетки дать достроиться, то есть шансы здесь точно на успешную оборону, как мне кажется у Сиральчика. Как-то он здесь не очень эффективен. Сейчас раз скорость доделывается, пытается выкусить плетку. Выкусил фигу в итоге Солор. И две плетки добавляются. Как их поставить-то только грамотно, я не понимаю. А вот здесь крип есть рядом со второй. Плетка на хг. Плетка на лоу-граунде. Беллинг взрывается. Беллинг там не взорвался. А дальше-то что? Ничего не убил. Королева, куда ты ее вывел-то, ёпт? Какой фейл сейчас был со стороны Сирала просто, жесть. Ну, Беллинги падают. И, смотрите, Сирал-то отбился вообще. Так, ну-то я тоже не понял про советское. Все это дело. Обходить налоги надо для чего в таком случае, если они 50%? Для того, чтобы, ну, киберспорт, это там даже не покер, где миллионы выигрывают. Ну, Дота, да, например. Ну, если 50% поддаешь, это значит статус какой-то никакой его. Ну, мне кажется, в Корее это чувствуется, мне кажется, что вот прям так. Так, Беллинга зафокус. ГГ, Столлар пишет, Сирал 2-1. Вот это победа. Все, отвлекли меня вообще, да. Короче, пацаны, сейчас я без задержки вернусь. Тайбрейка не будет, Солар вышел. И Сирал.